Друзья, я включил запись. Это означает, что начинается формальная часть нашего вебинара. Неформальная была тоже интересна, но я ее не записывал, к сожалению. Я вот часто ловлю себя на том, что хорошо бы и неформальную часть тоже записывать, потому что много толковых. Я прошу всех-всех, кроме Зателепина, ведущего, то есть меня и кроме Федора Зайцева, всех остальных отключить звуки ваших микрофонов. Вы будете все слышать, мы вас слышать не будем. Мы вас слышать не будем. Это Устинов, Бычков остались тут. Бычков каждый раз под каким-то новым именем выступает. Устинов не слышит, я его... Валерий Николаевич, ты себя отключил. Извиняюсь, а потому что тут скачет так все. И вот скачет, и получается, что я сам себя отключил. Друзья, я еще раз объявляю, что сейчас, пожалуйста, звуки выключаем, потому что вы все будете слышать, но мы вас слышать не будем, иначе это будет мешать выступающему. Итак, сегодня у нас 15 июня 2022 года, московское время 16 часов 3 минуты. Мы начинаем наш вебинар номер 18, весенние-зимние сессии 2022 года. Резонансы в эфире и их применение. Докладчик Федор Сергеевич Зайцев. У меня просьба Сурнина. Вот я вас сейчас выключу, и вы когда заходите, выключайте, пожалуйста. Не нужно звуки своего микрофона. Микрофон выключайте. Ну, сегодня уже сейчас прям аншлаг, а еще я знаю 45 человек, а еще я думаю, еще человек 5-7 присоединятся. И это понятно, потому что тема очень и очень интересная. Очень и очень интересная. Резонансы в эфире и их применение. Применение даже и более интереснее, чем теоретические какие-то сейчас тоже важные, о которых Федор Сергеевич нам расскажет. Эта работа назревала очень давно, но по каким-то причинам, я сейчас не буду входить в детали, не могли промодулировать, по сути дела, высоковольтный разряд, который мы прилагали к каким-то там электродам для того, чтобы получить наши любимые низкоэнергетические ядерные реакции. Ну, вот эта пара, кстати, почему-то Година я тут не вижу. Он, наверное, под каким-то другим именем зашел, как он обычно это и делает. Есть, есть, на месте. На месте, да. Ну, здорово. Так вот, значит, сегодня вот эта пара, Зайцев и Годин, вот они ухитрились это сделать, и это очень интересно. Мы это послушаем. Я хочу сказать, что у нас вот в нашем сообществе существует, грубо говоря, два направления по объяснению явлений, которые мы называем Леннер или холодным синтезом. Это две модели, по сути дела. Модели, основанные на частицах, на частицах. Вот я сторонник этой модели, и я тоже даже одну из моделей, как вы знаете, связанную с темным водородом развиваю, или мы там развиваем с группой товарищей. Вот. А вторая модель, представители которой мы сегодня послушаем, это она основывается, ну, по сути дела, на солитонной идеологии эфира или электромагнитного вещества, что, на мой взгляд, одно и то же. А вообще природа, возможно, и то, и другое делает, что, скорее всего. Вот. Поэтому всякие вот такие вот правильные исследования и рассуждения и эксперименты на эту тему очень полезны. Друзья, итак, слово Зайцеву Федору Сергеевичу для того, чтобы он рассказал нам о своих последних, о их последних экспериментах и теоретических исследованиях, резонансах в эфире и их применении. Федор, пожалуйста. Да, я сейчас запускаю демонстрацию экрана. Появилось? Да, да, видим. Да, во весь экран сейчас сделаю. Если можно, да. Вот во весь не получилось. Вот первый раз получилось, а сейчас не получилось. А что-то кусочек. Ты знаешь, может так получиться, что и не получится. Нет, нет, сейчас я просто заново. Демонстрация экрана остановлена. Значит, сейчас я просто заново запущу этот PowerPoint. Там я действительно с трудом как-то вышел из этого приложения, потому что надо все-таки во всем объеме смотреть. Да, я правильно говорил. Вот у нас уже 50 человек. Такое было только зимой, так что, Федор, ты собрал огромный аншлаг. Спасибо. Вот сейчас появилось? Нет. Ты знаешь, давай, может быть, не будем время терять. Какая-то там проблема в этом зуме, какая-то сложность. Он не дружит, он не дружит с PowerPoint. Вот что, вот как бы я его сделаю. Только что, только что дружил? Ну, так... Вот сейчас появилось? Нет, сейчас еще раз. Нет, нет, нет. Остановить демонстрацию. Остановил. Теперь демонстрация экрана. Не надо было пробовать, да? Ну, можно. Черт возьми. А не нужно там что-то у тебя включить, чтобы демонстрировалось? Нет, нет. От меня тут ничего не зависит. Просто твой экран демонстрируется. Наверное, надо немножко подождать. Нет, нет, нет. Чтобы у вас работала система. Меня экран показывает. Показывает? Нет, это самое. Евгений, речь идет о том, чтобы во весь экран видеть. А во весь сейчас видно, нет? Нет, нет. Виден твой экран, но сбоку вот этот вот набор слайдов виден. Ну, давай... Я понял, понял сейчас, что надо сделать. Надо сейчас демонстрацию экрана, запустить весь экран. Все, поделиться. Вот сейчас будет все видно. А, вот сейчас видно, да. Тогда объясни мне, пожалуйста. Да, то есть я в PowerPoint нажал демонстрировать на весь экран. А он продолжает и дальше... Нет, я не так сделал. Я открыл PowerPoint, сделал демонстрацию экрана, потом нажал демонстрировать на весь экран. И он не видит. Так вот, надо, значит, открыть PowerPoint, нажать демонстрацию во весь экран, а потом уже сделать доступным вот этот весь экран. Ну вот, видишь, то есть не все... Ну, спасибо. То есть не все действия PowerPoint, они конфликтуют, как-то конфликтуют PowerPoint и этот самый, и Zoom. Да, Zoom просматривает весь экран как отдельное приложение, вот и все. Поэтому... Видимо, да. Видимо, да. Спасибо, Валерий Николаевич, за возможность выступить на вашем семинаре. Вот я высоко его оцениваю, уже неоднократно говорил об этом. Значит, новая площадка, значит, новые идеи. Тема доклада «Резонансы в эфире и их применение». Авторы здесь указаны. Вот тут я подчеркну, какая из специализаций авторов важна для вот этого доклада. Значит, специалист по теории эфира и применения и специалист именно по экспериментальной физике и Леннер. Вот такое здесь сочетание. Содержание доклада такое. Вот у меня там кусочки почему-то пропадают. Так вот это вот убрать менюшку сверху. А мы хорошо видим. Это у тебя там... Да, у меня закрывает эта полоска, и я ее... Надо, а мы ее хорошо видим. А, я ее все, я нашел ее, как она просто двигается, я ее буду убирать. Значит, главная цель доклада – это кратко представить теорию резонансов в эфире, продемонстрировать применение резонансов к Леннер и кратко показать, что ли, или посмотреть перспективы практического использования. И доклад предназначен именно для специалистов, которые занимаются исследованием эфира и исследованием Леннера, а также для физиков практик. Содержание такое введение будет. Краткая математическая модель эфира, ее преимущества, физические параметры эфира совсем кратко. И вот более подробная резонанса в эфире, сквотронный эфирный резонанс, еще более подробные результаты приложения, вот это вот ЦР, сквотронный эфирный резонанс, генерация Леннер, и кратко потом перспективы использования резонансов на практике. И заключение. Введение. Значит, мы используем новый подход, который вот в указанной книге был сформулирован. Он основан на методологии математического моделирования и использует гипотезу о существовании физического вакуума или эфира. Здесь это как синоним мы используем, в котором происходят все процессы, без исключения. Главная задача математического моделирования – это получить важные для практики результаты, создать концепцию устройств, рассчитать их конструкцию, условия применения и так далее. Это чисто практическая методология, в отличие от многих, например, теоретической физики. И матмоделирование, как известно, сейчас это основа вообще практически всех наукоемких приложений, бизнес-приложений. Значит, что удалось там сделать, и вот на каком фундаменте мы работаем. Значит, удалось показать, что все известные в эксперименте законы, полученные экспериментально, здесь они перечислены, в скобочках, это разделы книжки указывают. Они являются математическим именно следствием всего лишь двух уравнений. Уравнение движения эфира – это закон сохранения количества материи и закон сохранения количества движения. Ну, а в физике, в экспериментальной, это отдельные разродненные факты экспериментальные, которые вот так напрямую не связаны друг другу. И в результате, значит, конечно, эти законы все проверены в бесчисленных экспериментах, используются на практике. Вот. И поэтому отсюда можно сделать выводы как в методологии матмоделирования, что эфир существует, так и в методологии экспериментальной именно физики, о том, что, которая обобщает экспериментальный факт. Здесь вот они, так сказать, обобщались. Ну, и еще замечание такое очень важное, что вот фактически здесь построена вот эта долгожданная теория поля, так сказать, общая теория поля. Которая описывает все явления механические и электромагнитные. А вот теория относительности квантовой механики, если их рассматривать именно как матмодели другие природы, они уступают этой модели, потому что сейчас неизвестно результатов, чтобы из уравнения Максвелла там или уравнения Шреддингера были получены вот эти вот перечисленные законы. Значит, вот на этом таком серьезном фундаменте как раз и проводятся исследования. И я расскажу только вот о Лене здесь, а на самом деле в других докладах очень много удалось получить результатов, которые физика просто не объясняет. Значит, здесь совсем кратко. Это физические параметры эфира, которые понадобятся для этого доклада. Значит, сейчас уже порядка нескольких десятков экспериментов проанализировано и известно, значит, в которых вот эту величину можно оценить погрешность примерно плюс-минус 20%. В одних экспериментах электромагнитных используются величины измерения, точнее, в других механические, поэтому плотность эфира невозмущенного, она вот ронулевой здесь обозначена, это в электромагнитных единицах, и в механических может быть оценено вот в двух системах единиц. Хочу подчеркнуть, что грамма сантиметр кубический это формальная единица, потому что можно и в электромагнитных единицах измерять. Это не значит, что в эфире вот какого-то объема содержится столько грамм. Там масса – это макроскопическое понятие, я делал даже два доклада на эту тему, но сейчас не буду на этом останавливаться. Значит, ЭКМ нулевой – это вот универсальная константа отношения вот этих плотностей, то есть, ну, это константа перевода электромагнитных единиц в механических. Кстати, Тесла в свое время мог спокойно совершенно оценить плотность эфира в электромагнитных единицах. Вот, например, опыт Тома Стюрта, который тогда делался. Для этого достаточно лишь знать ЭДС максимальную, которую наводится, и скорость катушки линейную. Значит, получается, что ЭДС равняется плюс-минус вот это ρ в электрических единицах в нулевой квадрате пополам. И все. То есть, это не была проблема оценить. Поэтому, скорее всего, он знал эту величину, но, может, в других единицах и знал. Ну, дальше я это все пропущу, просто собрал здесь для того, чтобы в одном месте были свойства эфира. И сразу перейду вот к резонансам в эфире с квадратной эфирной резонансом. Значит, с точки зрения эфира, это среда, ну, она каким-то своими свойствами обладает. Но, как и в обычной среде, в ней могут возникать различные волны. Это плоские, сферические, продольные, поперечные и так далее. Это вот в разделе 4 книжки там изложено. А малые возмущения плотности и скорости описываются хорошо известным уравнением колебаний. Ну, и для него известны резонансы. Они получаются там, когда частота, допустим, граничных условий или внешней силы совпадает с одной из собственных частот. Значит, вот какая-то гармоника там развивается, получается резонансное усиление. Никола Тесла и многие другие великие ученые прошлого утверждал, что вся природа построена на колебаниях и что во многих своих устройствах он использовал именно резонансное возбуждение продольных волн в эфире. Вот, кстати, то, что мы говорили сейчас перед докладом, вот физико-теоретическое отрицает существование продольных волн. Она говорит, что в физическом вакууме все-таки она дошла уже, что есть все-таки какой-то физический вакуум, а не пустота каким-то свойствами обладает. Что там только поперечные волны могут распространяться и все. А причина простая. Они берут за основу уравнение Максвелла, а там действительно только поперечная волна. А в уравнении эфира, исходное уравнение Максвелла, следствие, там много чего выбрасывается. Значит, возможно и продольные. Ну вот, в книжке, здесь на английском и на русском ссылке, адендум это дополнение 2, показано, что элементарный объем, объемчик эфира, как это положено рассматривать в сплошной среде, в сильных внешних магнитных электрических полях движется так же, как заряженная частица. Ну, конечно, элементарный объемчик не заряжен, это просто уравнение эквивалент, там другие константы входят. И на самом деле, вот это, конечно, один из важнейших результатов книги, после того, как все законы экспериментально удалось воспроизвести, это уже потом в английском издании появилось, в русском как дополнение. Удалось понять, что он движется так же, как элементарный, значит, ну не элементарный, так же, как заряд. Но он, конечно, не заряжен. Более того, это вообще для любой среды справедливой, невязкой, в которой в векре долго живут. Есть, потому что, если есть там внешний градиент давления, изовикренность извне создается, ну, так по теории все время разрывается, среда считается, не сильно реагирует, так сказать, и, значит, точнее, не влияет на вот эти внешние поля, реагирует, может, и сильно. Вот, и оказывается, в эфирной интерпретации градиент, электрическое поле, это и есть минус градиент давления эфира там с константой, а электрическое, магнитное поле, ротор, как известно, там плотность потока эфира. Ну, а ротору – это удвоенная скорость угловая, поэтому, значит, в любой среде вот это такой феноменальный, что ли, результат, хотя он простой, догадаться сложно было. Вот уравнение выпьется, значит, Y – это обозначение, ро-M – это плотность эфира в механических единицах, V – скорость эфира. Ну, и мы видим, что E плюс V на B, грубо говоря, с другими константами. То есть, все, что известно для движения положительного заряда, можно применять к движению элементарного объемчика эфира. Вот такая замечательная вещь. Хотя эфир не заряжен элементарные объемчики, но уравнение – математические эквиваленты. Теперь, какие отсюда выводы, значит, сразу, что если электрическое поле равно нулю, магнитное постоянно, то в эфире элементарный объемчик вращается с некоторым радиусом по кружности. Вот его также вот мы назвали ларморовский радиус вращения в эфире по аналогии с ларморовским радиусом электрона и протона. Ну, там, не электрона, а заряженная частица. Значит, рой здесь – это плотность эфира в электромагнитных единицах, C – скорость света, V – поперечная и поперечная к магнитному полю скорости. Ну, это известно уже из ионноциклатронного, там, электронноциклатронного резонанса. Если мы посмотрим угловую скорость отношения, скорости, значит, линейной к радиусу, то она не зависит от скорости, то есть постоянно по скорости. И видите, вот здесь она входит только РОЦ, это, значит, характеристики вакуума и поля. Ну, справа написано ЕБННЦ – это для заряженной частицы, значит, угловая скорость. Ну, она называется в физике циклатронная частота, немножко нехорошее название, но что сделаешь, потому что это угловая скорость. Вот. А тогда, значит, возможен эффект циклатронного резонанса в эфире. Вот я его назвал по аналогии циклатронный эфирный резонанс. Значит, потому что с постоянной частотой, если воздействовать вот этой, вот можно разгонять элементарный объем, так же, как разгоняется вот заряженная частица. Были получены экспериментальные подтверждения, это довольно длительная была работа, но рассматривался разряд в газе, значит, его свечение регистрировалось под электронным умножителем, и было показано, что более чем в два раза увеличивается показание ПЭО, когда наступает этот резонанс. Ну и дальше вот численные примеры, чтобы было более, что ли, понятно. Если взять плотность эфира, примерно плотность невозмущенного эфира, скорость 10,5 сантиметров в секунду, а это соответствует скорость току, значит, 5,6 миллиампер в проводе 2,5 миллиметра квадратных, такая скорость эфира. Ну, здесь ссылка в книжке, где это можно посмотреть. Поле 0,02 Тесла, получаем ларморовский радиус эфира 4,5 сантиметра. Это величина, с которой можно работать, так сказать, осязаемо. Ну, для сравнения при тех же параметрах и скоростях у электрона, значит, на 5 порядков меньше, 10-5, а у протона на 2 порядка меньше. Вот. Значит, вот эти понимания, да, вот что очень важно здесь, что без знания плотности эфира невозможно предварительно рассчитать вот эту частоту вот этого цикватронного эфирного резонанса. А в эксперименте надо перебирать, было бы очень много всяких параметров, где-то и там затухание есть, и еще было, значит, что поэтому, значит, вот так наткнуться в эксперименте было сложно. Но Тесла, скорее всего, это делал, потому что рой, я говорю, элементарно определяется простейший эксперимент. Ну вот. А еще раз, еще раз, пожалуйста, вот ты в самом начале очень быстро проговорил, еще раз, как мог бы Тесла определить с помощью катушки плотность эфира? Еще раз, объясни. Значит, это раздел есть в книжке, где эфирная интерпретация опыта Толмана Сторота дана. Значит, разгоняется катушка, резко тормозится, возникает ЭДС. Вот в книжке показано, что вот максимальное ЭДС равно плюс-минус плотности эфира В нулевой в квадрате пополам. В нулевой – это скорость линейной катушки на краю. Вот. А там показано, как это все получается. Потом Лепешкинский эксперимент проанализирован. Это вот простейший, то есть сразу все выходило. Вот интересно еще, вот с Владимиром Львовичем мы посмотрели все доступные публикации Толмана Сторота, а они лет 14 занимались этим. Ни в одной публикации ЭДС не сказали. Они сразу не опубликованы. Они сразу ЕКМ считались, у них, конечно, там ничего не получалось. Очень большая разница была. Ну и становится ясно, почему. Потому что наверняка тогда знали, что скажи ЭДС, я тебе сразу по стефиру посчитаю. И тогда, значит, все это рушится на элементарном совершенно… Что они не могли ЭДС померить, что вольтметра не было сто лет назад. Был, конечно. А там ЭДС достаточно большие возникают. Не надо уж таких совсем. В наушниках слышно там щелка. Вот. Так вот это объясняет такую вещь, которую раньше мы не очень-то и объясняли. Вот почему эффект холла есть, а магнитно-сопротивление нет. Я сам бы делал опыт. Брал проводок, к нему магнит поперек, значит, поле, там, 0,3 Тесла. И ничего не влияет на сопротивление. То есть ни на ток, ни на напряжение. Да потому что объемчик эфира, который движется вот в проводе, он не успевает сильно повернуться пока, ну, до взаимодействия с поверхностью проводника. А электрон, вы посмотрите, там же у них скорость-то вообще, согласно Севухину, ну, известный факт, это сантиметры в секунду. То есть лармурский радиус 10 минус десятый сантиметров, атомарный размер, он должен запереться там. И никакого тока не должно быть. Более того, в электронных лампах лабораторные есть эксперименты, там, для студентов, когда поперечное поле, значит, запирает электроны. Почему в проводнике-то? И не скажешь уже, что волна, если тебя там действует. Ладно, это я так отвлекся немножко, но очень важный результат, который вот сейчас был только осмыслен. Вот здесь уже численные значения подставлены. Те же самые, что вот выше я говорил. Ну, и получается, патронная частота эфирная, это 10,4, значит, герц, то есть это десятки килогерц. Десятки килогерц – это звуковые частоты. Вот это тоже результат очень важный, и на звуковые частоты легче создавать. Значит, здесь вот пример циклотронного резонанса с заряженной частицей. Пошла там анимация, да? Пошла, пошла, идет, да. Да, это я взял из Википедии, там вот ссылка дана. По горизонтали это электрическое поле, вот оно туда-сюда, значит, ездит зеленое, а красным показана траектория заряженной частицы. И вот видно, что когда частицы в верхнем и нижнем положении поле максимально, то есть она максимально ее толкает, ну, а когда в крайнем левом и правом, она минимальна. Ну, как раз вот разумная, даже из простых соображений, условия для возникновения резонанса. То есть толчками раскачивается эта частица. Ну, можно ее дискретно, конечно, толкать. Если мы умеем дискретно толкать, они обязательно не перевыкнули, значит, эти. Внесу то же самое для скорости, показываю. Так вот, достаточно много времени я потратил, чтобы количественно понять, что там делал Тесла в своих экспериментах. Он-то ничего не публиковал, но в конце 80-х братья Корума, известные вот, значит, среди специалистов по шаровой молнии. Они опубликовали данные, воспроизводили установку Тесла и электротехническую схему опубликовали с некоторыми данными. Вот она оказалась, эта брошюрка у Владимира Львовича. Я ее анализировал. Там много, конечно, чего не было сказано, но пришлось вычислять эти величины. Так вот, оказалось, что как раз с эфирной интерпретацией они занимались тем, что резонансно накачивали кинетическую энергию в продольную волну эфирка. Именно вот циклотронно-электронное резонанс, между катушками создавалась продольная волна эфира, вот головками катушки, туда накачивалась энергия. И именно на звуковых частотах, вот десятки там, значит, килогерц. И вот мы использовали дальше этот эффект СЕР для того, чтобы создать технологию Ленер-Р, R это от резонансов, и демонстрирующую установку НЛТ, значит, трансформация нуклидов при низких температурах. Здесь вот тоже для иллюстрации, это вещи, конечно, хорошо известные, но они не очень-то, ну что ли, не очень-то популяризированы. Это примеры распространения продольной именно, продольного возмущения, вот справа картиночка вверху, плоскости. То есть здесь все движения происходят только в плоскости. Может показаться, что оно так выступает? Нет, это именно в плоскости. Оно смещается куда-сюда, вот структурный элемент. А вот внизу еще более интересная показана картинка, это стоячая волна, значит, продольная. Тоже она, так кажется, выходит из плоскости, но она не должна. Вот слева, значит, это поршень. Вот тут тоже я взял из Википедии. Значит, совершают, вот вторая картинка, кривая вот эта, туда-сюда колебания частиц. Вот есть узлы, где колебаний нет, есть кучности. Так вот, еще раз подчеркнув, что современная теоретическая физика отрицает существование таких волн в физическом вакууме. Ну и все. И дальше никакого циклотронного резонанса, ничего, и даже об этом эфирного америка, и дальше об этом никто не думает. А это сдерживает развитие технологий. Теперь результаты, это вот теория я закончил, теперь результаты применения генерации Лена. Значит, я не могу рассказывать все детали, потому что это много времени, много средств ушло, но какие-то сведения расскажу, так что, в принципе, можно самостоятельно пытаться освоить эту технику. Значит, использовался сквотронный эфирный резонанс в газовом разряде, детали знают несколько человек. Ну вот установка так выглядела. Справа это изначальная установка, довольно серьезное такое сооружение. Три лабораторных стола, 150 килограммов. А потом была сделана установка уже более компактная, прообраз ТНЛТ, уже в чемоданчик помещалось, 35 килограмм. И вот самое продвинутое по функциональным возможностям это создал Сергей Михайлович Годин. Значит, мобильная, компактная. И самое главное, с большим функционалом там, по регулировкам. Вот интересно оказалось, что лампа Telefunken 1934 года дает хорошие характеристики очень для генератора, лучше, чем транзисторы. Ну, те, которые, значит, там используются. Надо частоту некую генерировать. Вот это удивительный, конечно, факт, который, ну, так сказать, 90 лет. Ну, и теперь я говорю, что идеи, в общем-то, озвучены, как рассчитывать, я показал. Ну, и дальше можно либо самостоятельно этот эффект осваивать, цирк, циклотронный эфирный резонанс, либо обратиться вот к авторам доклада за уже готовым для использования оборудованием. Значит, подробности экспериментов, которые были проведены, я изложил в брошюрах на английском и русском языке. Это тоже большая работа была. Значит, аккуратно все описано, проанализировано. Их можно бесплатно взять на сайте тоже этаж21.ру. Они уже там лежат, можно скачать. Значит, где эти эксперименты описаны, а здесь я расскажу только о сложностях, ну, и какие-то примеры приведу. Ну, сначала главные выводы, которые удалось сделать. Ну, во-первых, все процессы, которые разные исследователи отмечают как сопутствующий Леннер, наблюдались вот в этой установке ТЛЛТ. Я их здесь перечислил. В общем-то, это исчерпывающий, наверное, список. Это рентгеновская гамма-излучение. Ну, вот в английской литературе рентгеновский диапазон гамма называется, это X-рей называется, значит, диапазон более энергетичный. И гамма, ну, вот как-то у нас X не принято. Ну, я буду X-гамма говорить для краткости. Дальше появление тепловых холодных нейтронов. Вот с холодными проблемами я расскажу. И вот эта причина, почему Леннер-то не очень-то признается. А их трудно регистрируют. Они сидят там из реактора, попробуют вытащить. Значит, изменение изотопного состава, формирование новых химических элементов, появление быстрых электронов с энергией там 50 кэп, и более, значит, избыточная генерация тепла, сильные всплески амплитудной термопаре, странные излучения и последействия. Ну, вот брошюра все подробно расписана. Я здесь не буду, я здесь остановлюсь только на некоторых. И вот использование резонансов как раз определило вот эти фундаментальные преимущества технологии Леннер, которые были заявлены уже по сравнению с никелеводородными реакторами. Это вот удивительно. Генерация Лена при комнатной температуре 20 градусов, а в обычных устройствах это там 600 ватт или киловатт даже используется. Ввод энергии в реакторную зону 10 ватт всего. Ну, маленькими толчками можно энергию накачивать кинетически там до бесконечности, ну, так и теоретически, пока диссипация не начнется. Тоже на два порядка меньше, чем вводимые обычно. Генерация Леннер через несколько минут после того, как включено устройство, а во многих никелеводородных сначала наводороживают там под давлением, может, и сутки, и несколько суток прежде, чем используют. Здесь все через несколько минут резонансы наступают. Вот, и все это происходит, регистрируется. Эмиссия холодных, вот я подчеркиваю все время, холодных и тепловых нейтронов или нейтроноподобных объектов, но я позже скажу, чтобы все-таки их правильно нейтронами называть. Энергия этого теплового нейтрона порядка 0,03 электронвольта и с интенсивностью очень приличная. Больше 10 шестой нейтронов в секунду. Это попадает в 4 пи с террадиан, то есть во весь телесный угол. Это попадает в диапазон вообще промышленных источников, но промышленные, правда, быстрые нейтроны. Здесь вот они совсем, но все равно их замедляют перед использованием, поэтому нужны тепловые нейтроны, быстрые, вот это от бессилия, что-нибудь. Дальше регулярность воспроизведения Ленера в экспериментах, а сейчас уже более 200 экспериментов. Что мы там не делали, что не меняли, все равно хуже там или лучше Ленок появляется во всех этих 9 там, значит, ипостаси. И последнее, потому что я не стал бы на это акцент делать, это генерация, вот, при этом в два раза избыточного тепла. Были случаи там и 4 раза, но это сравнимо или даже выше с тем, что вот заявляется обычно для Ленера устройств. Значит, вот, да, главная задача исследований этих была показать убедительно, что там происходят низкотемпературные ядерные реакции. А вот максимизация потока нейтронов там или тепла, значит, генерации тепла, мы не занимались, и времени не хватило, так сказать. Ну, надо было доказать, что ли, убедительно совершенно, что там Ленор, уж остальное можно делать. Значит, вот три основных доказательства, пример я потом проведу. Значит, вот самое главное, на мой взгляд, это активация нерадиоактивной медной пластинки, которая потом уже вне реактора сохраняет свою радиоактивность долго, как там положено, по периодам полураспада, в общем, до двух суток фактически. Вот. Дальше мы наблюдали, а там периоды полураспада для меди хорошо известны, другие мы облучали вещества. Значит, известны... Федор, а вот с медной пластинкой, там какой изоток меди получается, или что? А я расскажу. А, хорошо, понятно. Я просто сейчас вывод главный, а потом примеры, они будут разрознены, и может, картина общая утратится, поэтому я... Значит, это каналы хорошо известны, периоды полураспада, поэтому вот те нейтроноподобные объекты, которые мы получаем, они ведут себя как нейтроны в плане активации веществ. Поэтому вот я лично склонен их называть нейтронами все-таки. Это просто нейтроны очень холодные, энергии, и их трудно регистрировать, и отсюда там все проблемы, я расскажу дальше. Дальше это вот непосредственная регистрация холодных и, значит, тепловых нейтронов. Тоже эти буквы, это вот как раз брошюра, ссылки там на брошюру, где все подробно рассказано, проанализировано. Ну и всем хорошо известны икс- и гамма-излучения. Здесь вот диапазоны написаны, которые, значит, вот чем они отличаются. До 124-х это рентгеновская, а выше это уже гамма. Так вот, они не появляются в значительных количествах при химических реакциях, вот это принципиально. А электроны, чтобы получить гамма-излучение, там рентгеновское точнее, надо разогнать в поле, там, разность потенциалов больше 30 киловольт. А таких у нас не было, так сказать, даже рядом ничего не было, поэтому электроны там быстрые от разгона электрическим полем не могли рождаться. Поэтому вот рентгеновское гамма-излучение тоже признак именно ядерных реакций, вот атомарных там ядерных процессов. Теперь мы использовали различные рабочие смеси для активации. Там в книжке вот на странице 8 все это перечислено, но страница 8, я не знаю, на английском, на русском, неважно, в обведении. Полграмма примерно. И в основном работали вот в последнее время с традиционной смесью порошка никеля и боргидрид натрия. Вот здесь написано пропорция, частота. Но что удивительно опять, что работает и без никеля боргидрид натрия, и тоже неплохо. Вот. Это тоже такой результат, который, ну я не знаю, кто получал или нет. Вот. А без реакционной смеси вот эти перечисленные эффекты не наблюдались. Все, значит, вот это фактически однозначное доказательство того, что там процессы ядерного синтеза. Ну, кратко сформулировано подробно, значит, брошюра. Объяснение такое, значит, накапливается большая кинетическая энергия вот в резонансе, в продольном именно. Поперечный резонанс, он плох для накачки энергии, потому что разваливается система. Ну, представьте себе, струна, мост, будьте ее поперек раскачивать, она наизлом, значит, довольно быстро разрушится. А вот в продольные колебания, как раз, можно больше накачать. И все время в граничном пространстве энергия, там, в стержне, грубо говоря, или вдоль газового разряда остается. Вот. И дальше воздействие вот этих, значит, разобных, они, конечно, там как-то движутся тоже внутри разряды, сейчас не буду об этом говорить. Ну, вот они воздействуют на вот это рабочее вещество и инсценируют там ядерные реакции. Значит, физика этих реакций неизвестна. Вот Валерий Николаевич затронул уже эту тему. Много моделей есть. Но я бы даже более простой вопрос поставил. Вот физика не дает ясного объяснения. Почему-то вот электронный протон, когда соединяется в атом водорода, получается устойчивый объект. А вот когда они соединяются в атоме нейтрона, значит, ну, не в атоме, а в нейтроне, то получается неустойчивый, значит, 15 минут среднее время жизни. Тоже состоит из электрона и, значит, протона. Ну, при распаде выделяется там еще энергия, которую уносит вот нейтрино. Нет ответа на этот вопрос, казалось бы, элементарный. Ну, не будем даже спрашивать, что такое электрон физиков, теоретически, что такое протон. У них электрон всю Вселенную занимает, так что все нормально. Он может находиться там на другом конце Вселенной с ненулевой вероятностью в это время. Вот. Ну, и вот пока можно так, столь качественную трактовку, что вот этот циклотронный эфирный резонанс, в котором аккумулирована большая кинетическая энергия эфира, он совершает насилие какое-то над электронным и протоном и присоединяя их в нейтрон. Вот неустойчивый объект. Ну, где это происходит? Скорее всего, это происходит в двойниковых границах. Вот был доклад еще в конце 2018 года совместный с Владимиром Александровичем Чижовым, Владимиром Львовичем Бычковым. Он тоже на сайте есть. Ну, он и на Ленарсетлом есть. И вот здесь можно взять. Где как раз проанализированы вот возможности таких реакций в двойниковых границах. Ну, и еще там целый ряд соображений был высказан. Но ответа на этот вопрос нет пока на уровне экспериментов и сведений, известных из экспериментальной ядерной физики. Вот это принципиально. Ничего здесь вот нового, кроме как рождения нейтрона, почему-то с холодного, ничего нового для экспериментальной ядерной физики здесь нет. Остальное все известно. Ну, и без циклотронного эфирного резонанса, то есть мы наблюдаем, что он есть, наблюдаем, что без него там не рождается нейтрон. Это такой принципиально новый факт, который требует еще теоретического построения. Теперь вот примеры измерений, которые тоже вот как раз свидетельствуют о том, что ничего там кроме ядерных процессов не может происходить. По данным именно экспериментальной ядерной физики, а не каких-то там инмерных пространств, там струн и прочее. Значит, это засветка дентальных пленок рентгеновских, эргоном-икс, на поверхности реактора, ну и для медной пластинки я сейчас расскажу. Значит, эргоном-икс в баршуре это показано, ориентировано именно на рентгеновское излучение десятков электрон-вольт, значит, с квантами десятки электрон-вольт. И специально мы проводили измерения, потому что нам специалисты из Росатома в свое время сказали, а может у вас там гаммы, этот самый ультрафиолет, нет. Вот, значит, проверили всеми там возможными способами. Значит, во всем диапазоне ультрафиолета эти пленки нечувствительны к нему. Это вот там в дополнение один буклет есть, там описаны эти эксперименты, значит, и тут этот вопрос закрыт. Вот, значит, слева показана вот эта рентгеновская пленочка, 3х4 она размера, и когда, в случае, когда на ней лежала гайка, и облучалась просто рентгеновским излучением. Вот видно там, где гайка, более светлое пятно, потому что гайка задерживает часть рентгеновского излучения. Ну, и под углом было, поэтому некоторые тени. А вот справа, удивительно, здесь гайка лежала на реакторе, на реакторной зоне, сверху лежала вот эта рентгеновская пленочка, и засветка обратная. То есть в районе гайки, где должно быть светлее, наоборот, темнее, так сказать, а вокруг, ну, слабо засвечено. – Федор, вот можно я тебя приторможу? Ты, поскольку я чуть-чуть знаю, добавим время, вот, извини, я чуть-чуть знаю эту вашу работу, вот, поэтому я-то понимаю, о чем ты говоришь, но вот у меня такое впечатление, что народ-то не очень поймет. Еще раз, может быть, я скажу чуть-чуть для начала, чтобы ты понял, о чем говорить. Слева эксперимент без реактора, а справа… – Нет, 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 Валерий Ильич, слева просто облучение гайки. – Ну, вот я про это и говорю, облучение, где нет вот этого реактора, который вы там какой-то аббревиатурой назвали. – Нет, 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 это просто рентгеновские лампы облучения. – Ну, я про это и говорю, это просто облучение рентгеновской лампой. А вот справа, когда берется реактор, кладется гайка на эту пластинку… Нет, сначала гайка на реактор, а поверх гайки пластинка, вот эта вот пленочка. Ну, может быть, тогда сверху вниз. Вот это два сравнения. Есть реактор и нет реактора. Вот это важно. Нет реактора, но есть источник радиоактивный, а справа нет источника радиоактивного, но есть реактор. Это источник рентгена. То есть, как объяснить, что гайка должна быть светлой, так сказать, а получилась черной? Ну, я говорю, в брошюре это подробно все проанализировано, там все возможные процессы описаны. Ну, я не буду сейчас сдаваться, иначе времени не хватит. Короче говоря, вот здесь внизу описано, что происходит уже, вывод. Рождаются нейтроны, причем тепловые или холодные даже. Они активируют железо и другие вещества, которые в гайке. Появляются неустойчивые изотопы, которые в основном по бета-распаду там идут. Значит, бета-распад приводит к образованию электронов быстрых, а в максимуме интенсивности там 100 кэф. Вот, то есть, это такие серьезные электроны, которые быстро тормозятся уже и внутри гайки, и вообще они электроны быстро везде тормозятся. Возникает рентгеновское излучение, вот так же, как в лампе, там тоже порядка 70 кэф электроны используются. Ну, значит, энергия примерно, там в брошюре это все показано, известный факт, энергия гамма-квант, она примерно в два раза меньше энергии электроны. То есть, 100 кэф электрон, там 50 кэф гамма-квант дает. Который как раз и засвечивает пленки. И все становится на свои места. То есть, там, где рождаются нейтроны, идет бета-распад, значит, там и темнее. А, значит, нейтроны, пленка пролетает, конечно, это не гайка. У них вообще там длина свободного пробега большая, значит, у тепловых нейтронов в железе длина свободного пробега средняя – это 1 сантиметр. Ну, гайка там полсантиметра, значит, что-то задерживается. Вот такой интересный результат. Теперь измерение рентгеновского гамма-излучения с помощью регистраторов сенсиляторного типа. Это вот БДГ-2 и РСУ-01. Значит, БДГ-2 подключался непосредственно к осциллографу. И наблюдали сигналы, которые, значит, там образуются. Ну, естественно, без реакторной смеси, с реакторной смеси, для фона, там, все это исчерпывающе было сделано. Здесь по вертикали примерно 1-2,5 кэва, 10 клеток, значит, в каждой 2,5 кэва. И видно, что это вот при наличии реакторной смеси характерные всплески для гаммов, рентгеновского излучения и нейтронов даже. Потому что сенсилятор вот и нейтроны, к сожалению, тоже фиксирует. Значит, это резкий спад и потом медленные высвечения. Там ход электронного множителя ускоряет. Ну, это как раз вот Валерий Николаевич рассказывал в прошлый раз, позапрошлий подробно. Но самое здесь важное, что надо отметить, что вот такие характерные формы, они наблюдаются с маленькими амплитудами. Вот то, что вверх-вниз, это мы специально изучали, это амплитуда шумов по разным причинам возникающих. А вот видите, вот эти характерные всплески, резкие вниз и дальше медленные высвечивания, ну, там в разы меньше, чем амплитуда, значит, шумов. Поэтому автоматические счетчики, скорее всего, ее пропустят, если они не распознают форму сигнала, а только в амплитуде там режут, значит, они, скорее всего, пропустят. А каждый вот этот всплеск, это ядерная реакция фактически. И вот это вот, в этом сложность была, что ли, долго над этим думали, работали, значит, сложность как раз обоснования Ленера, почему вот скептиз большой. Ну, вот одна из причин. Ну, говорят, там один нейтрон в секунду, там вот 10 в пятый. Климов Анатолий Иванович что-то мерил 10 в пятый, называл там медленные нейтроны, хотя там классификация медленная, это 500. Федор, а вот эти скачочки, какая там энергия? Ну, вот в одной клетке это 2,5 кэва. То есть 4 клетки, это сколько там, 10 кэва? Нет, нет, а вот у тебя слева-то уже там сколько там, маленькие вот эти? А, маленькие, там уже доли, доли кэва, 0,3, 0,3 там где-то кэва. А чем вы калибровку, калибровку чем делали? Калибровка на стандартном некотором источнике, моноэнергетическом рентгену делалась. Вот, это отдавали специалистам, значит, он делал, я не вникал в детали, но это стандартная вещь. А справа это автоматический уже счетчик, который показывает тоже, значит, вот эти измерения. Ну, и если все это пересчитать, телесный угол полный 4 пис стеродиан, то получается 10,5-10,7 импульсов в секунду при фоне 10 во второй. То есть на 3, а то и даже на 5 порядков превосходит фон. И тут уже, поскольку 30 кэвных там потенциалов и даже в помине рядом не было, там на порядке меньше использовались напряжения, значит, это все подтверждает как раз рождение, протекание реакций, значит, ну, как минимум атомарных, ну, и ядерных. Ну, через бета-распад идут там ядерные реакции. Теперь вот то, значит, это надо было показать, потому что проблема там озвучена. Теперь вот интересные, самые, наверное, важные показания – это измерение активированной в реакторе медной пластинки. То есть она уносилась от реактора, активировалась примерно минут 20, толщина полмиллиметра. Вот она располагалась на этой рентгеновской пленочке. Ну, дальше вниз здесь не показано, там такой резервуар с проявителем. Значит, потом он выдавливается в пленочку, она массируется там минуту и все промывается, извлекается, потом промывается и готовая, значит, фотография. Вот эта фотография, когда экспонировалась 40 минут. Значит, опять нерадиоактивная медь стала радиоактивной, все, физике только один процесс известен. Вот если все там перебрать, то для меди только один, что она активировалась нейтроной. Вот, причем тепловыми и холодными, потому что такую тонкую пластинку быстрые нейтроны пролетели бы, ничего там не достать. А справа показан вот этот БДГ, который стоит просто сверху на медных пластиночках, а под ними вот кусок виден – это рентгеновская пленка. Сзади вот как раз резервуар с проявителем, то есть она такая, в футляре, и засвечивается, естественно, находясь в футляре, потом вытаскивается. И вот, значит, этот рентгенометр подключался сразу к осциллографу, вот показания, значит, на осциллографе. То же самое, по вертикали 10 где-то клеток, значит, в каждой клетке 2,5 кэва, то есть медная пластиночка как раз излучает рентген в районе десятков кэв, что и должно быть по бета-распаду. И дальше вот, Валерий Николаевич, у тебя вопрос был, который, значит, вот они даже от 0,3 кэв там регистрировались, 10,5 импульс в секунду. Вот природный изотоп, у него медь 63-я и 65-я, значит, он активируется вот этим теплом. Известно, он хорошо изучен, потому что используются медные провода, там много чего медного, вот всякие устройства, где большие потоки нейтронов, поэтому он очень хорошо изучен. Вот одна из причин, почему медь, ну и захват у него лучше, нейтронов у алюминия хуже, лучше серебро еще, у него еще на порядок больше захвата. Так вот, известно, что при облучении тепловыми нейтронами возникают изотопы в основном 62-й, 64-й и 66-й, вот с такими периодами полураспада. Почти 13 часов и 5 минут. Дальше они распадаются, вот в основном интересуют, конечно, 62-й и 66-й, по бета-распаду, эти бета-частицы, там бета-минус это электроны, бета-плюс это позитроны, они, спектр энергии у них непрерывный, так с интенсивность максимум 100 кэвых имеет, значит, они быстро тормозятся и примерно пополам дают энергию гамма-квантов как раз десятков кэв, значит, что мы наблюдаем здесь тоже и на пленке, и на синцилляторе, на синцилляторном бета-плюс. Здесь вот это вот один из главных экспериментов тоже, который, ну вот здесь некуда просто деваться, какой-то там скептиз не был, пожалуйста, объясните на основе экспериментальной ядерной физики, что здесь происходит, вот откуда-то взяли. Сразу скажи еще раз, потому что сложно запомнить, сколько держалась медная пластинка около реактора, вот, и через какое время она потом была положена на вот эту пластиночку эту орентгеновскую. Да, значит, 20 минут примерно она активировалась на реакторе, вот, затем как можно быстрее, ну, обычный секунд 30 все равно занимает, она располагалась на вот этой пленке рентгеновской и дальше засвечивалась, ну, от 20 там до 40 минут, ну, в данном случае 40 минут, потому что эксперименты длительные, вот надо 20 минут, потом 40, ну, хочется подольше подержать, поярче получить картинку, но и 20 минут тоже достаточно. И дальше вот показания объективные совершенно, вот засветка рентгеновской пленки и показания рентгенометра, который прямо вот на ней располагался на этой, на медной пластинке, вот показания его здесь, видите, без шума, без всего, все чистенько. Вот, теперь непосредственно, ну, так нельзя сказать, непосредственно, не трону, к сожалению, непосредственно, не регистрирую. Да, и вот все это подробно описано в брошюре, Валерий Иванович, на русском, на английском языке, все вот эти измерения, там, цифры, все, большой трудно. Хорошо бы, если бы ты эту брошюру мне прислал бы, вот, я бы разослал людям, а то куда-то там на сайт, это сложно, так? Хорошо, хорошо, я, может, даже ссылку пришлю, еще проще будет зайти. Да, еще проще, ссылку, пожалуйста, пришли, а я разошлю ее. Да, потому что есть какие-то обновления, там будут, ну, опечатки, свежие было. Значит, вот что интересно, что это, тремя способами детектировались нейтроны. Это РСУ-сигнал, у него два модуля, один для детекции рентгеновского излучения, другой для нейтронов. Это вот СНМ-18, трубка ваша, я вот благодарность сразу выражу, потом еще выражу, предоставлю, да, с гели-электри. И анализ излучения рентгеновского медной пластинки, это вот я проводил, по нему тоже можно оценить, сколько нейтронов на нее попало. Такая была трудоемкая работа, кропотливая, ну, дальше ее можно воспроизводить, это уже легко. И вот результат сразу назову, получилось 10, 6, 10, 7 нейтронов в секунду, именно тепловых и холодных энергий. Значит, что попадает вот в середину как раз диапазона промышленных источников, правда, они там, наши быстрые электроны. Я взял вот теперь, да, и вот эти вот три факта, значит, нейтроны, гамма-рентгеновское излучение и обратная засветка рентгеновской пленки, это однозначно фактически подтверждает, что там происходит на основе, опять же, экспериментальной ядерной физики, никаких теорий, значит, есть. Однозначно подтверждает, что происходит там ядерная реакция. Я взял из физических величин вот классификацию нейтронов, потому что, ну, часто неправильно терминологию используют. Значит, тепловые нейтроны – это 20 градусов, значит, 293 градусов Кельвина. А вот посмотрите, холодные нейтроны – это уже порядка там 10 градусов Кельвина. Это совсем другие уже у них свойства. И чтобы их изучить, это нужны уже криогенные техники, то есть нужен замедлитель там, который охлажден, ну, хотя бы там до 50 градусов Кельвина. Ну, нейтроны, они легкие, поэтому замедлители, они принимают его температуру там за несколько столкновений. Там ссылки есть в брошюре, где-то, значит, все сформулировано. И поэтому их сложно изучать, да, и они отсорбируются быстро, потому что, значит, вероятность, ну, невероятность там с течением захвата оперируют. У них гораздо на порядке, может быть, выше, в разы выше, чем даже у тепловых нейтронов. Но универсальных методов нет детектирования нейтронов, это известно. Значит, вот в нейтроноскопии в этой тоже ссылке есть, книжки где-то утверждения. И оборудование дорогое, то есть хорошее такое, более-менее даже не хорошее, это 10 тысяч долларов, что будет, не будет работать, там вопрос. И вот здесь вот пять проблем, которые затрудняют детектирование именно тепловых и в особенности холодных нейтронов. Это сильная зависимость длины свободного пробега от энергии нейтрона. Там в железе, например, она там вообще раз в пять, а то и больше меняется, увеличивается и переходит в холодную энергию. Но и самое главное еще даже от изотопа одного и того же химического элемента. То есть разные изотопы могут на порядке, даже несколько порядков отличаться от сечения захвата. Дальше возникает задача в сенсуляционных детекторах отличить сигнал от нейтрона и гамма-кванта. Значит, и как это делают автоматические вот эти счетчики, обычно не раскрывается. И как черный ящик, значит, могут искаженные данные вносить. Значит, дальше вот что мы обнаружили, это было легко предположить, но вот пока не упрешься, что эти холодные нейтроны, они оседают на стенках вот этих датчиков аппаратуры, которые предназначены для измерения тепловых нейтронов и активируют их. И в литературе говорится о том, что для холодных нейтронов надо вообще стенки использовать типа 0,07 мм. То есть где такие взять? А в этой трубке СНМ-18, там давление 4 атмосферы, поэтому, ну, чтобы больше вероятности захватывать нейтроны с гелием-3. Вот. Ну и дальше еще бета-распад идет. Вот на кожухе, когда активируется, значит, бета-распад начинается. Эти бета-частицы, быстрые электроны, позитроны, могут тоже инициировать разряд еще в этом детекторе, ну и все, так сказать, исказить измерения. Поэтому вот первые измерения, они после перерыва достаточно, они наиболее надежными являются. Значит, вот эти измерения как раз и проводил аккуратно очень Сергей Михайлович Годин. Значит, вот результаты я тут представлю уже, ну просто что ли, в качестве иллюстрации. Это вот слева показан детектирование нейтронов РСУ-01. Это автоматический счет. И вот, значит, еще раз, Валерий Николаевич, Дмитрий Сергеевич, большое вам спасибо огромное просто за то, что вы предоставили вот эту трубку и со всеми прилегающими к ней усилителем, значит, и замедлителем. Вот эта трубка, вот так по интернету я посмотрел, вообще 50 тысяч рублей стоит просто без их всего. Поэтому еще там непонятно, за сколько ее проданут в результате. То есть это дорогое, а потому что гелий-3 очень мало распространен на Земле. Вот она, трубка слева показана, это вот усилитель. И вот то, что мы наблюдали. Значит, мы не использовали программу счетчика, а тоже выводили на осциллограф сигнал. Вот слева показан от единичного нейтрона сигнал, от стандартного, ну что ли, пробного такого источника нейтронов. Вот сразу что обнаружили. Известно, там в брошюре есть ссылка, что в этом гелия-3 трубке длительность импульса 1 микросекунда, примерно. А на осциллографе было 250 микросекунд. То есть он их растягивает почему-то в 250 раз. И вообще вот он используется как черный ящик. Неизвестно, какой алгоритм там работает, какая схема. Вот мы наблюдали, например, пакеты импульсов. Вот возникает вопрос, что это, проявление нейтронов или шум? Ну, есть основания считать, что все-таки это проявление нейтронов, потому что в экспериментах, где вот такие импульсы было много, а единичных мало, все равно происходила регистрация и засвечивание пленки, значит, и активация кожуха вот этого трубки гелия-3, значит, и медные пластинки и так далее. Вот теперь пример иллюстрации, почему именно холодные нейтроны. Ну, во-первых, от трубки с гелия-3 на трубке мы видели много сигналов малой амплитуды, а это пропорциональный источник, и там амплитуда пропорциональна энергии пришедшего нейтрона. Она, кстати, к гамма-излучению нечувствительна. Вот этот принципиальный момент, который отличает от других диагностик ее. Там надо распознавать, значит, гамма-излучение и нейтроны. А тут, мы-то это проверяли, кстати, сильным источником гамма-излучения, значит, в трубке ничего она не регистрирует. Значит, пропорционально. Амплитуда меняется там и в 5, может, и в 10 раз меняться. То есть это уже нейтроны энергии, вот именно уже холодных энергий. Вот. Теперь посмотрели, а что с самой трубкой происходит? Ну, это там долгая история тоже. Получалось, что что-то она начинает светиться. Так вот, взяли, пленочку к ней прикрепили. Вот здесь она, кутляр показан, так сказать, в полном что ли виде. Вот изоляция прикреплена в часть, где рентгеновская пленка находится. Здесь вот это проявитель. Он дальше выдавливается, значит, минуту массируется, вытаскивается пленка, промывается. И вот готовы и так далее. Значит, вот показано, что на рентгеновской трубке пленочка тоже засветилась. Все, значит, это образование изотопов, бета-распад, торможение нейтронов и, значит, гамма, которая засвечивает пленку. Вот это все осложняет, конечно, но, с другой стороны, тепловые нейтроны и больших энергий, они не должны были бы осаждаться на стенке в больших количествах. Поэтому это обоснование того, что это именно холодные нейтроны уже, с которыми не очень-то вообще-то работают даже нейтроноскописты, так сказать. Они привыкли тормозить до комнатной температуры, там, мерные нейтроны, ну и все у них отлично. А вот это уже более тонкие задачи. Ну и здесь вот слева показана еще одна медная пластиночка, которая была в реакторе облучена, именно когда много было импульсов вот этих запиленных таких. И она тоже засветила, мало было единичных, много запиленных. Она тоже засветила, очень хорошо причем. Вот, ну еще пример это регистрация быстрых электронов. Вот радиометр, значит, радиоскан 701А, он может бета-излучение измерять, правда, больших достаточно энергии, это 50 кФ и выше. Вот справа это фон, надо смотреть вот на обведенную красным, потому что это за малый, почему-то за 4 секунды, так сказать, показания. Он может большие показать, но на больших у него вообще ноль, поэтому как сравнить непонятно. А это вот радиометр, лежащий на вот этой медной пластиночке, извлеченной из реактора. И вот мы видим, значит, превышение фона где-то на 30-50%. Ну и даже показания его какие-то средние, там, вот там 3,6, значит, этих быстрых электронов. Вот, как раз это тоже попадает все диапазон электронов, которые при бета-распаде образуются. Ну вот это то, что любимая тема, наглядное, странное излучение, тоже мы его наблюдали. Значит, вот на 9 галочки в виде пузырьков, такие вот две галочки, как, ну, одинаковые близкие по форме. И вот удивительно, это вот интересное получили на стеклянных, на стеклянной реньеновской пластинке, довольно большой, 9 на 12. Я вот назвал это странное излучение, эту фотографию, как бы девочка в платье. То есть это был какой-то шлепок, и мы видим тонкие линии отходящие, заканчивающиеся утолщениями, фрактальные структуры, значит, вот то, что здесь покатилось что-то, это как бы одна рука, вот это вот вторая рука, это вот как бы ноги, значит, девочка в платье. Это не связано с каким способом проявления, там, или что-то делали, все аккуратно, значит, по технологии. Ну, после того, как вот это получили, стали уже аккуратно относиться, потому что, ну, размер, представьте себе, 9 на 12 сантиметров квадратных. Значит, вот это впечатляет, что надо держаться подальше. То есть вот это вся пластина, и вот это шлепок в размер пластины, по сути. Да, да, то есть это вся пластина, деньги, деньги, да, кошмар, я говорю. И так даже захочешь, вот проявителям там что-то испортить, вот не испортишь так, чтобы он покатился, чтобы еще фрактальные структуры образовывалось. А интерпретация вот этих вот двух треков точечных, есть какая-нибудь? Вам не кажется, что это, так сказать, реакция? Евгений, Евгений, вопросы потом, вопросы я задаю пока, вопросы потом. Я сейчас скажу чуть ниже, но вот еще один пример, это оргстекло толщиной 33 миллиметра. Вот взрыв внутри, и таких много, это просто один я показал, это причем в ненагруженной части, и как будто внутри что-то разорвалось. Это мы потом, кстати, заметили только, что там что-то происходит. Ну, необычные совершенно для оргстекла вещи. Вот ответ на ваш вопрос, Евгений, значит, мы дали Владимиру Львовичу количественную именно эфирную интерпретацию странного излучения. Вот здесь ссылки, книжка на русском, на английском, значит, на русском, это дополнение 5, на английском, вот данный раздел. Если кратко совсем, то это образование эфирного вихря в двойниковой границе наподобие, как вот выстрел из пушки, значит, особенно из старой. Вот формируются некоторые вихры, которые довольно долго могут существовать. И самое интересное, что удалось оценить энергию, плотность энергии в этом вихре, это по данным Владимира Александровича Чижова, вот он большую работу провел по изучению странного излучения, и еще и оценки энергии по расплавлению треков, это вот очень важные данные были. Так вот, оказалось, она порядка энергии, которая экспериментально наблюдает плотность энергии в шаровой молнии. Вот тут сразу вывод, опять же, это эксперимент, ну, там какие-то простейшие предложения используются, никаких теорий, что это эффекты одной природы, в общем-то. То есть это очень высокая концентрация просто энергии эфирного. Вот, теперь я уже заканчиваю, перехожу уже кратко к разделу 4, это перспективы применения циклатронных эфирных резонансов на практике. Значит, это важная очень тема, тема, но она важная, потому что эксперименты дорогие, времени много требуется, значит, необходимы средства привлечения инвесторов. Ну, и вот картинка с сайта Ленрия, значит, много организаций серьезно достаточно занимается этой проблемой, именно на фундаментальном уровне, это вот НАСА, НРЛ, НЕВИ, значит, Тойота, Миссубиси, вот Google подключился. Относительно недавно вот РПЕ, активность такая в Штатах открыта, ну, поручил Конгресс, значит, Национальному научному фонду, американскому изучить этот вопрос. Там и ресурсы, и все задействовано. Так вот, вот эта разработанная технология и устройство, демонстрация, она может быть уже в готовом виде использована для изучения фундаментальных именно аспектов вот этого Ленера. А эффективность по сравнению с другими, это в разделе 10, там, в брошюре оценено, я не буду останавливаться. Значит, здесь много написано, я кратко совсем, значит, я бы в первую очередь поставил источник холодных именно и тепловых нейтронов, вот, насколько мне известно, насколько мне известно, неизвестно, насколько я знаю, неизвестно источников тепловых нейтронов даже, которые бы не получались с замедлением быстрых нейтронов, а быстрые, радиотоксичные, значит, ну, и со всеми потекающими последствиями. А вот эти холодные, тепловые, они далеко не летят, значит, то, что они активируют, в принципе, там, периоды полураспада такие, что даже установка через 2-3 дня уже не радиоактивнее становится, и большое количество приложений. Я вот даже оценил эффективность генерации вот нейтронов по сравнению с термоядерным реактором ИТР. Это известная установка, строится во Франции, я там даже, значит, эксперт по высокоэнергетическим частицам, там, на сайте можно посмотреть, поэтому я, ну, знаю эту технику, так сказать, и что там происходит, я вот почему. Значит, вот если считать эффективность как отношение нейтронного потока на том расстоянии, где он уже может быть использоват, в ТНЛТ это уже рядом с реактором, а там в ИТРе это надо еще будешь здорово отступить от плазмы, то и к отношению к мощностям, вводимым в эти устройства, то получается, что ТНЛТ сопоставим по вот этой эффективности с тем, что в ИТРе. Ну, конечно, в ИТРе там 14-мэвные нейтроны, 3-те реакции, ну, здесь тепловые и холодные, но все равно нейтроны больших энергий, их надо замедлять перед использованием, они же все там пронизывают. То есть это вот перспективное направление, и я думаю, что вот техника теперь изложена, броширы есть, я вот больше чем уверен, что во всех установках теперь обнаружатся вот этими пластинками и рентгеновскими пленками как минимум, значит, нейтроны. Наверняка они есть, и с стандартными, конечно, регистраторами гораздо сложнее. Вот одно из применений нейтронов, это нейтронно-активационный анализ, хорошо известный, очень тонкая техника, там нужен источник нейтронов, именно тепловых как минимум, облучается образец, дальше периоды полураспада и каналы, там образование изотопов известно, по ним определяется состав химических образца. Причем разрушать не надо образец, это используется для анализа произведений искусства, там всяких артефактов. Вот интересное применение, это ядерная медицина. Значит, самое, я тут четко расскажу, может быть, еще, но я заканчиваю уже, все равно важный момент, надо остановиться минуту здесь. Значит, самые продвинутые, пришлось углубиться в эту тему, самые продвинутые технологии в ядерной медицине, диагностике, используют технеции 99 метастабильные. Его получают облучением 98-го молебдена нейтронами, значит, он превращается в 99-й. 99-й дальше он уже неустойчивый, он распадается как раз на технеции. Значит, 99-й это трое суток примерно, период полураспада, а технеции 99-м это уже 6 число. Значит, технеции вводят дальше химическим способом, ну, я дальше расскажу, ладно, не буду забегать. Значит, так вот, производство этого молебдена 99-го, это сверхгрязная радиохимическая технология. В Штатах, например, она вообще запрещена просто во всех Штатах США. Вот 5 примерно, так сказать, основных поставщиков здесь перечислено, молебдена 99-го. Значит, мы попробовали тоже активировать его, значит, успешно активировать, ну, количество таких, что можно было на вот этих наших диагностиках увидеть. Значит, вот в этой установке ТНЛТ на практике используется, вообще-то, молебдат натрия. Вот все заводы, они выпускают молебдат натрия в растворе, а вот ядерные реакции тем хороши, что неважно в каком там соединении находится элемент, значит, он радиоактивный будет и в молебдате радиоактивный. Да, значит, дальше он в виде раствора развозится на самолетах по всем клиникам, потому что 3 часа, 3 суток надо, и уже химическим способом выделяется из него вот этот молебден, то есть этот технецый 99М. Дальше он смешивается с препаратами, вводится в организм, препараты обеспечивают концентрацию его в нужном органе, и дальше распадается технецый, значит, в 6 часов период полураспада, это минус, значит, электроны, торможение, и уже гамма-излучение, ну, рентгеновское, правильно сказать, излучение, регистрируется томографом. Значит, вот это вот, конечно, надо в содружестве с специалистами в сотрудничестве из промышленности, но если удастся здесь продвинуться, а мы не занимались максимацией, и максимизацией потока нейтронов, то это, конечно, логически чистая технология. Для примера, в интернете написано, значит, у нас в Димитровграде такой завод есть, это целый завод, он закачивает на полтора километра вот эти вот радиоактивные отходы, а там Волга рядом. Они говорят, ну, там все нормально, так сказать, ничего никуда не попадает, но в этом большие сомнения, конечно. Ну, вот генерация тепла, я бы не стал делать акцент здесь. По эффективности, вот у нас 10 ватт, там 100 ватт, значит, два порядка, ну, очень много процессов, вот, и тут надо все аккуратно анализировать, но это мы тоже наблюдали. Дальше использование резонансов для активации химических реакций и даже производства удобрений. Значит, поскольку мы можем активировать реакции ядерные, а это мебная энергия, то химические, в которых энергия, это электрон вольт и всего, вот мы не пробовали, но есть основания считать, что можно будет активировать реакции, которые трудно в обычных условиях идут или вообще, так сказать, затруднены. Ну, и вот с Владимиром Львовичем Бычковым еще некоторое время назад мы анализировали эффективность вот производства удобрений непосредственно из воздуха. 70% воздуха – это азот, значит, вот можно попытаться здесь тоже продвинуться. Но опять, это нужны инвестиции, это нужно со специалистами по сельскому хозяйству, там химиками работать. Ну, такое направление потенциально имеется. Дальше это вот мне то, что наиболее мне нравится, честно говоря, но нет возможности этим заняться, это использование резонансов в эфире для накачки энергии в различные твердые вещества, породы для того, чтобы размягчить их, дальше формировать, там резать. Вот в книге разделы здесь перечислены, это с Владимиром Львовичем Бычковым мы изучали, это взрыв тонких проволочек, дальше это энергия сублимации, 23,8 – это воздействие фентосекундом лазера на висмут, вот показано с эфирной точки зрения, что там фазовое состояние меняется, когда давление эфира внутри вещества приближается к давлению невозмущенного эфира. Это там на многих десятках экспериментов, значит, все это видно, можно посмотреть. Ну, и то, что здесь вдохновляет, то, что такие технологии существовали в прошлом, вот фотографии, хорошо известные, я тут привел, это в скале такая массивная, значит, структура вырезанная 2000 лет назад, не поймите чем, значит, так с аккуратными всякими фигурами, в граните отверстие сложной геометрии. Ну, и самое, конечно, здесь впечатляющее, это полигональная кладка, она причем по всему миру распределена, вот всякие копатели, историки, они находят даже в Сибири много полигональных кладок, где камни, там плиты еще не такие, даже маленькие, подогнаны, так что, значит, не пролезает даже лезвие ножа. Вот, и многие из них выше, что-то человеческого роста. То есть, это говорит о чем? Что такие технологии существовали в прошлом, и они были широко распространенными, и это было проще делать, чем лепить из кирпича, что-то там заливать бетоном. Вот других здесь выводов нельзя сделать. Если бы это было очень сложно, то километровые такие вот стены, значит, не стали бы делать из булжников, тем более еще там откуда-то их возить, наверное, было, вроде рядом их не было. Вот. Ну, это совсем кратко. Значит, можно управлять гравитацией, точнее, воздействовать на гравитацию с помощью, пытаться с помощью резонансов. Это вот Сергей Михайлович Бодин много этим занимался. Я даже несколько докладов делал. Ну, идея стоит в том, чтобы разрушить гравитационный поток эфира, связанный с Землей, или гравитационный погранслой, который рядом с объектом, с телом возникает. Вот резонансы эти могут помочь. Ну, и заключение. Значит, в 16-19 годах произошел переход по факту уже, так сказать, от натурфилософского изучения эфира к количественному и к началу освоения новых технологий на этом основе. По имуществу резонансов хорошо известно. Это не дает возможность накачать большую энергию, обычная птенетическая энергия, ну, может быть, и энергия напряжения, так сказать, внутренняя, в объем небольшими порциями, значит, фиксированный объем небольшими порциями, как вот раскачка качелей. Мы успешно применили эту технологию для установки ТНЛТ, значит, для резонансной накачки энергии, кинетической энергии в продольную волну эфирную. Это обоснованно, я вот рассказал, значит, измерением фотоэлектронным умножителем увеличения свечения разряда энергии, значит, его излучения. Вот. И там есть еще значительный резерв, еще не все задействовано. И вот на основе этого технология Лена-Р, Лена-Р, принципиальные вещи, значит, 20 градусов, там вообще температура не сильно-то растет, даже за 40 минут, может, она там до 40 градусов растет. И всего 10 градусов, 10 ватт вложенная мощность реактора, ну, сама установка чуть больше, она там употребляет по всяким причинам, но можно минимизировать. Вот очень важный еще вывод, что условия в традиционных подходах они понятны теперь, что препятствуют, а не способствуют возникновению Лены. В частности, из-за использования высокой температуры. Высокая температура разрушает там тысячи градусов, например, и больше использует. Она разрушает многие двойниковые границы, ну, и просто Лена-Р там уже негде происходить, негде проходить. Но есть и другие причины. Дальше направление в основном, конечно, научного приложения пока, научных исследований, ну, и коммерческих тоже нужно формулировать. Я потому что неоднократно спрашивал специалистов по шаровой молнии, я говорю, ну, хорошо, вот вы получите шаровую молнию, а что с ней дальше делать? Да, там, окно в Новый мир и прочее, но как на практике это использовалось? Я вот так полагаю, что эксперименты Корумова, они их лет 20 проводили, судя по публикациям, ну, вот они просто научились-то их делать вот по материалам Теслы, ну, а что дальше с ними? Ну, через стекло проходит. А вот как им и управлять? Энергия большая, да. Вот, поэтому для того, чтобы привлечь внимание к структур, так сказать, формальных, государственных, междунаучных, нужно формулировать перспективы коммерческие. Ну, во-первых, значит, вот эта технология, патронный эфирный резонанс, идеи изложены, можно ее осваивать теперь самостоятельно, частоты известны, но, конечно, на практике там сложнее все, потому что затухание, дезипация возникает, все это надо пробовать там. Это мы где-то три года занимались, на самом деле, значит, ну, результате все очень просто получилось. Вот, и там еще надо догадаться, в общем-то, до нескольких решений, которые не было в устройствах тестов. Ну, и как альтернатива можно вот у авторов доклада заказать уже готовую установку, и технология там тоже будет раскрыта, все детали. Значит, очень важное направление это максимизировать поток нейтронов, генерацию гамма-квантов и тепла используем различных, например, рабочих декоррекционных смесей, там, геометрии, параметров, ну, здесь большой простор деятельности, и, может быть, удастся выжить там их гораздо больше. Скорее всего, удастся. Дальше, вот это, мне кажется, одно из самых перспективных направлений для промышленности, это генерация источников холодных и тепловых нейтронов. Это вот нейтронно-активационный анализ, ядерная медицина, но здесь большое, дело в том, что медики, я встречался, так сказать, ездил в разные там институты, где это применяется, они работают, вот им привезли, они знают, что там смешать, дать, как померить. Надо тут работать с теми, кто это производит, значит, технологии создает. Теперь, дальше, четвертое, это посмотреть, насколько эффективно можно создавать химические соединения, удобрения, в том числе. Ну вот, пятое мне больше всего привлекает, я все время об этом говорю, потому что это было, и это даст прорывные совершенно вещи, это именно размягчение твердых пород, каменных, для того, чтобы формировать из них что-то, резать там и так далее, с помощью резонансной накачки энергии эфирования. И вот еще очень интересное направление, если еще остались энтузиасты, которые готовы финансировать, стало понятно, как продвинуть и даже в некоторых случаях там заменить оборудование Теслы для того, чтобы эффективно генерировать шировые умолки. У него были масштабные установки, коромок там в два раза меньше были примерно энергетики по размеру. Вот можно это, грубо говоря, попытаться сделать в настольном варианте. Ну и здесь вот 3-4 это с специалистами из промышленности надо делать. Одиночки, так сказать, такие, как мы, не смогут поднять все. Я на этом закончил. Спасибо большое за внимание. Я почти уложился в час. Валерий Николаевич, Спасибо, Федор. Мы тебя туда... Ты вообще молодец, ты почти уложился. Потому что мы начали по сути дела в 16.03 и минут 10 потратили на вопросы. ну ты час 10. Молодец, это здорово. Тут уже три человека. Сейчас период вопросов. Я бы хотел сказать перед тем, как начнутся вопросы. Как я понимаю, Федор Сергеевич не раскрывал, и он об этом немножко говорил, не раскрывал, и пока на этом этапе раскрывать, как конкретно сделана вот эта компактная форма их устройства, он не собирается. Поэтому вот эти вопросы, наверное, сегодня, может быть, не надо задавать. Ну а все остальное, пожалуйста, первым поднял руку уже полчаса назад, Bob Greenier. Bob, your hand, your hand, your, 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 raise your hand 30, 30 minutes ago. Please put your questions. And I know that Федор will speak English, but please, please take into account that another persons to speak English well, because shortly, clearly, understandable. Your question, please. Ahead. Thank you very much, Федор, for an excellent presentation. Interesting, doctor. So, I have quite a few questions, but because, as Valery just said, we don't know the specifics of the apparatus or the driving mode, it's difficult to evaluate what might be the cause, but I want to be able to offer some explanations, possible alternatives from the field and our own experiments that could explain your observations. So, am I right in saying that your reactor uses predominantly aluminium, steel, and copper? No reactor, reactor is made of caprolon. Федор, ты можешь говорить, ты говори, пожалуйста, по-русски, он все поймет, у него переводчик, он переводчик там есть. Понял. Но не совсем так, то есть реактор сделан из капrolона, там, значит, дюрал используется, и поэтому, ну, это один вопрос. А вот в качестве детекторов мы использовали медь, пластиночки, они не являются элементами конструкции реактора, мы просто их клали на соответствующие окна, и использовали железную гайку. Okay, so, am I right in saying you are introducing sound into the environment? Нет, это звуковые частоты, значит, порядка 10-ти килогерц, но работаем мы с эфиром, а эфир можно, ну так и совсем грубо, отэздествить с электричеством. Значит, это электрические эффекты, значит, электричество, магнетизм, и прочее. Okay, so, when we were doing our microwave sound experiments, the main frequency we were putting in sound, or the sound that we could record, was around about that 10-kilohertz. So, we found that in resonant dusty plasma microwave experiments, we produced wide-scale transmutation in about 180 seconds, and the sound produces in any stiff cavity cymatics, and this leads to high densities on certain areas in the physical volume. So, it's to be expected, but can I understand, was yours a plasma system, or was it a liquid system? Это газовый разряд был. Я вот там на слайде это даже написал, это газовый разряд. Ну, здесь я что могу сказать, что делается в ваших экспериментах или в других, надо конкретно изучать, но, скорее всего, механизм один и тот же. Значит, с помощью звуковых числот вы, на самом деле, колеблете получается, ну, макрочастицы, да, с точки зрения, ну, там, атомы молекулы. И, значит, эфир, вообще-то, плохое зацепление имеет с веществом, потому что там характерные размеры носителей совершенно разные. Но, тем не менее, вы можете зацеплять и колебания эфира. И дальше, значит, у вас создается вот эти, на звуковых частотах, это очень, кстати, вот важный тоже аргумент, что мы на правильном пути, что у вас тоже звуковые частоты, но по частоте, а не по... То есть вы, наверное, создаете там акустическими системами, значит, здесь создаются электромагнитные системы. То есть у вас там есть двойниковые границы, вот в этой Dusty Plasmus обязательно вот эта вот пыль должна быть, а в ней вот этих кучей всяких дислокаций, и как раз все происходит. Okay, so even at an input of 10 kHz, we've observed a wide range of harmonics, as one would expect. So I can offer some experience from other authors for potentially the observations of the darkening of those dental x-rays. So in January 2015, Pientelli told us the reason behind his most energetic 1994 nickel and hydrogen reactor with Sergio Fucardi. And in that he had activation of gold and other materials by neutrons. He never disclosed why that occurred, but he told us, and we made it public a number of years later after we verified the same observations in other systems. And he said that it was specifically because protons had activated, or sorry, had interacted with vanadium 50 in the steel, and that had led to the decay of the vanadium 50 to chromium, 50 chromium plus a neutron. And also they observe in this reaction chain alphas at 577 kV and gamma at 9516 kV and 752 kV. So I'm wondering whether the observation you had of the bolt being activated was a two-stage event where charged clusters... This is a stage of questions, not of explanations. Okay, so I have other questions then. You can make... Can I ask? I have a very... Related, so I have a very specific question then. Did he test the bolt for the presence of vanadium 50? Yes. Значит, самое главное здесь, это не активация вот этого, этой гайки, а самое главное, это активация медной пластинки, которая, находясь в реакторе 20 минут, потом ее носили на, там, 5-10 метров и уже измеряли излучение из нее. Поэтому я не знаю, там, вот по поводу золота они что, непосредственно реакции мерили или золото обосилили, значит, измеряли. Это разные совершенно вещи, Потому что из реактора может что хочет с ней лететь. И объяснение здесь простое. Вот механизмов придумано уже там, Ратис насчитал их 150 механизмов объяснений Леннер. Вот что только кто не придумает. Здесь совершенно все просто. Мы используем данные экспериментальной ядерной физики. Вот медь может быть активирована, если перебрать там все возможные способы, включая и гамма-облучение, потому что гамма-облучение, оно за микросекунды исчезает, так сказать. Если отнесешь пластинку, она исчезнет. Значит, объясняется только нейтронами. Больше ничего нет. Откуда они берутся, это другой вопрос. А дальше можно там, ну, я говорю, теории можно много строить. Здесь мы даже эту тему не затрагиваем. Okay, so specifically addressing the copper activation, in our LION experiments, which worked four times out of four in a row, there was copper windings on the outside of the reactor. And we have shown that these accumulate charge clusters. And then when the reactor is turned off, we place that in a metal tin, and it has the exact same dental x-rays that you are using. And it is exposing those x-rays. But we have the x-rays at 12 millimetres. And you see these magnetic flux loops, these two spots. I see in your experiment, you are conducting the experiment with the x-rays directly contacting the copper. And therefore, these will get much more blurred out. And if it's during the experiment, there will be a large number of them that are interacting with each other, fogging the whole thing. So if I can suggest to discount our observations in your case, which is due to magnetic charges and flux loops, to, when you do the x-rays, exposures, have them about 12 millimetres from the reactor. And also repeat the experiment after you shut the reactor down, because our exposures were after the reactor was turned off, and it was put into a tin with these x-rays. So this was copper, producing fogging of the exact same dental x-rays that you were using. So I'm saying that I don't think this necessarily can be neutron activation. Well, I don't know, how to explain it differently, why it became radio-activated? We measured it in different ways, with the dental plenum, with gamma. What kind of physical mechanism from the experimental-yaderal physics, кроме of the development of the x-rays, which is still there, which activate the metal? I don't know. There are five mechanisms, I have them all changed. I don't know, but we don't take radio-activated, there are heavy elements, standard and so on. There are no other mechanisms in physics. There are no other mechanisms in the reactor. So, what happens to you on the reactor, there can be gamma, and hydrogen, and everything else. It's important, what happens to you. This is what you do, if you don't believe it, if you have a hydrogen-yaderal in the reactor, even if there is no Боб, спасибо за ваши вопросы. Давайте послушаем других людей. Спасибо. Спасибо, Боб. Алексей Черепанов. Только Алексей, пожалуйста, вопрос сейчас. Не рассуждение о том, какие другие теории существуют, а вопросы. Вопросы. Алексей, включите звук. У вас звук не включен. Включен, но странные какие-то звуки непонятные. Алексей, у вас аппаратура не работает, по-моему. Так, сейчас вы меня слышите? Сейчас слышим. Ну, хорошо, спасибо. Значит, я попрошу у Федора Сергеевича 16 слайд нам показать. А то, что я буду спрашивать, да, пожалуйста, 16, 16. А то, что я буду спрашивать, оно, это я говорю для тех, кто нас слушает, оно будет касаться и 16, и 17, и 20 слайда. А вот теперь, когда вы рассуждали о вот этой вот картинке и говорили, что как бы каждый вот этот вот сигнал соответствует ядерной реакции, у меня к вам вопрос. А вообще говоря, ну, вы как бы пытаетесь же не только опираться на вот эту нашу старую ядерную физику, но и что-то осмыслить новое. Вот скажите мне, пожалуйста, вот икс-рей, да, ну, вот это энергеновские лучи, гамма-рей, да, значит, они ядром, вот у нас в ядре протон или и нейтрон. Вот какой из этих объектов излучают вот эти лучи? Вот в вашем понимании. Да, я вот сказал еще, повторю кратко, значит, я не задаюсь вопросом, как устроен нейтрон, там, как электрон, как протон в данных, значит, результатах. Здесь чисто экспериментальные факты. Значит, когда нейтрон взаимодействует с веществом, это экспериментальный факт, образуются неустойчивые изотопы. Эти изотопы, там, разные каналы распада, в основном это бета-распад. Ну, подождите, подождите, это же... Ну, подождите, бета-минус-распад. Ну, и что? Бета-минус-распад дает электрон непрерывным спектром максимум интенсивности в 100 кэвах. Электроны, как известно, быстро тормозятся в веществе в любом, вот, особенно в твердом. При резком торможении, как в рентгеновской лампе 70 кэвные электроны, при резком торможении, там, а медь, у нас тоже медь, они испускают гамма-квант, ну, не гамма, рентгеновский квант энергии примерно в два раза меньше, чем вот кинетическая энергия электрона. Этот как раз квант рентгеновский, он и регистрируется. Вот механизм такой. Это экспериментальная ядерная физика, никаких теорий здесь нет, это все меряется приборами, так сказать. А как уж там происходит бета-распад, это отдельный вопрос. Нет, подождите, это не отдельный вопрос, это как раз, понимаете, вот вы ввели ведь новое понятие, ведь я так понял, что вы ввели новое понятие. Вопрос по докладу, пожалуйста. Эфирная волна, да? Или волна эфира? Это новое понятие. 100 лет назад и 200 лет назад наука оперировала именно с тем, что происходит все в эфире, а физика 100 лет назад выбросила продольную волну из эфира. Вообще сначала всплывается эфира. Нет, понятно. Правильно ли я понял, вот я вам задаю вам, правильно ли я вас понял, что у вас эфирная волна, это волна, которая несет массу. То есть сам эфир у вас масса. Я вот вам рекомендую посмотреть, я два доклада делал, они есть на сайте, это аж 21. Просто это очень долгая история. Нет, вы коротко ответите. Нет, они энергию несут. Масса – это другое совершенно понятие. Ну, тогда все, я понял. Но я с этим не согласен. Да, все, я бы все. Хорошо. Спасибо Черепанову за вопросы. Значит, следующий. Юрий Евдокимов, пожалуйста, Юрий Кириллович. Вот я все-таки, может, не уловил. Что вы называете резонансом эфира? Дело в том, что вы говорите о резонансе устройства вашего, а это не эфира, в общем-то, резонанс. И почему вы напираете на резонанс вот эти явления? Почему связаны с резонансом? Я поясню еще. Вот в бесконечно неграничной среде у нас эфирной среде может генериться только волды. Никакого резонанса нет. Чтобы был резонанс, нужен какой-то конечный объем. То есть резонатор нужен. И тогда размеры, значит, линейные размеры излучателя, возбудителя определяют, собственно, и сам размер вот этот геометрия резонатора определяет длинный угол, который в ней, в этом резонаторе в нем генерируется. Вот у меня вот такие вопросы. Ну, для того, чтобы уж так совсем, может быть, фундаментально отвечать, надо взглянуть на уравнение движения эфира. Я написал, это ДРУ по ДТ равняется минус градиент П, там, констант. Значит, эта среда похожа на обычную, так сказать, в нашем понимании, среду. Ну, скажем, жидкость. Сплошную. Ну, да, жидкость, потому что слабо сжимаемую все-таки. Ну, нет, а эфир слабо сжимаемый, такое вот есть понимание. Вот, значит, и там, возможно, как и в любой среде, разные совершенно волны. Математически они описываются уравнением колебаний. Без математики мы здесь не сможем с вами пробиться никуда, потому что фантазировать можно сколько угодно, надо на количество соотношения операций. Дальше мы формулируем задачу. Пожалуйста, вы говорите о задаче, там, ну, вот, в ограниченном объеме, это задача с граничными условиями, начальными граничными условиями. Может быть, внешние силы еще. Значит, резонанс наступает, когда вам удается подобрать граничные условия, ну, возбуждающие определенную гармонику. Вот об этом тоже, кстати, мало говорится где, что решение волнового уравнения – это сумма, в общем случае, бесконечность стоячих волн. Из них любая получается. Много собственных частот, возможно. Конечно, много собственных частот, и какую возбудить, и как – это как раз вот и есть проблема основная. Вот, и, конечно, вы совершенно правы, чтобы что-то возбудить, нужны граничные условия, у нас это в газовом разряде, значит, электроды, и нужно, ну, возможно, еще воздействие внешней силой, так сказать, тоже. Значит, все эти решения известны, получены, ну, вот в эксперименте все гораздо сложнее, чем до практики. То есть никакого противоречия нет здесь, все укладывается в стандартные вещи. Вопрос, который требует изучения, конечно, как вот эта кинетическая энергия, накачанная, ну, так же, как в газе ее можно накачивать, вот как она дальше взаимодействует уже на микроуровне, что вот она насилие совершает над электроном и протоном, что в нейтронах объединяет. А без резонанса здесь ваше взаимодействие не может быть те же самые эффекты, без всякого резонанса, просто воздействие, реакция, отклик, воздействие, отклик. Значит, без резонансов не удавалось получить от рабочего вещества вот эти вот гамма-излучения там, значит, нейтроны и прочее. То есть нужна накачка энергии. Если вы просто в газовый разряд поместитесь, там, в бургавирид натрия, то, скорее, ничего у вас не будет. Мы это пробовали в разных вариантах. И просто пробовали без рабочей смеси и с рабочей. И еще это надо было достаточно потрудиться технически, чтобы обеспечить вот эти вот резонансы. Поэтому, ну, поэтому преждевременно рассказывать. Вот я благодарен Валерию Николаевичу, что он поддержал. Преждевременно детали рассказывать все-таки надо. Спасибо, спасибо. Спасибо Юрию Кирилловичу. Да, вот, друзья, тут некоторая недосказанность. Я уже об этом сказал, еще раз скажу. Некая недосказанность есть. Но давайте мы не будем давить на Федора, потому что они, ну, как бы в коммерческих еще условиях находятся. Вот это надо учитывать. И благодарны мы должны быть им, что они вот такой свежий, свежайший материал нам дают. Пожалуйста, Мышинский, Геннадий, ваш вопрос. Спасибо, Федор Сергеевичу, за такой великолепный доклад. У меня конкретный вопрос. Откуда вы взяли, что у вас активируется 62-я медь? А это известно. Там в брошюре есть, по-моему, раздел 2.2 или какой-то 2.3. Значит, есть ссылочки на материалы. Есть такая серия была, ну, вещества, вот, Академия наук, там медь. И очень много чего про нее написано. И вот как раз я оттуда взял, что при облучении тепловыми нейтронами, меня тоже самое удивило, почему это 62-й активируется тоже. Ну, вот там такая, я оттуда взял сведения, то есть ссылка есть. Нет, у него вопросы, Федор, я могу пояснить. Он у меня тоже, этот же вопрос возник. И не только у меня. Значит, ведь по распаду потом четкая энергия должна появиться, а у вас калибровка была. А вот смысл вопроса. Сигнал, который получен, он соответствует этой энергии или нет? Вот в чем смысл. Нет, смысл этого вопроса заключается в том, что при захвате нейтрона медью, активировать 62-й, получить 62-ю медь невозможно. Я, по крайней мере, такого процесса не знаю. Ну, это ладно, давайте ваша ссылка на эту самую, на другую литературу. Теперь второй вопрос. Можно я все-таки доскажу? Меня тоже удивило, 62-я медь, оттуда вроде нейтрон должен уйти наоборот, а мы добавляем. Но я еще раз повторяю, что это совершенно четкая, есть ссылка, исследовали там целая серия авторов, утверждает, что при облучении природной меди тепловыми нитромы рождаются вот много вот этих изотопов. Очень много 66-го еще рождается. А 64-й, он вообще интересный, он по всем трем каналам распадается. Бета-плюс, бета-минус, еще там К-захват. Вот это вас не удивляет, я тут это не написал. Значит, это известно в ядерной физике экспериментально, что некоторые изотопы распадаются вроде неизбыточные там нитроны, ну, по сравнению с 63-м, а он распадается по трем каналам. Нет, ну, то, что 64-й, 66-й иметь образуется, это, так сказать, это естественно. Это никакого удивления не вызывает. Так, теперь у меня второй вопрос. У вас в работах вы использовали амплитудный анализатор? Как каких-нибудь? А что это из себя представляет? Ну, когда вы получаете спектр по величине, величине амплитуды импульса. Ну, автоматический счет, да? Автоматический счет фактически, да? Нет, не автоматический счет. Вы, так сказать, получаете спектр по гамма-квантам или по электронам. Геннадий, Геннадий, он это понимает тем словом, Федор, понимает, которым он сказал. Да, Федор, это именно то, о чем он спрашивает. Да, то есть это автоматический счет. Нет, не автоматический счет. Это все-таки вы разворачиваете, так сказать, по амплитуде сигнал. Правильно. Но дальше вы же не вручную анализируете амплитуду. Нет, ну, смотрите, у вас, если вы анализируете гамма-кванты, у вас должны быть гамма-кванты 511 к, правильно? Такие тоже были, да. Это когда они делают протоны. Ну, вот в вашем докладе не присутствует ни одного спектра. Нет, я сразу скажу, у нас не было анализатора спектра. Вот максимум автоматический счетчик анализировали вручную. Значит, не удалось. Я простил, вот у Климова Антолия Ивановича гамма-спектрометр. Он сказал, что у него он не работает. У нас не было... Не, ну, обязательно надо обзавестись этим или использовать все это самое. Абсолютно, да. То есть спектр сразу, чтобы он совпал со спектром бета-распада, значит. Ну, конечно, конечно. И бета-распада... Электронов и гамма-кванты там примерно половину должны быть. Поэтому это надо сделать, да. Но это, я говорю, что это дорогие все вещи. Вот мы делали из того, что есть. Не, ну, надо использовать, так сказать, кооперацию с кем-нибудь. Вот не дают, не дают. Геннадий, вопрос, вопрос. Так, 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 теперь следуй вопрос. Я Анатолий Ивановича просил и нейтронный анализ. Вы используете это сказать все-таки в своем докладе Леннер, да? Да, но Леннер не заключается в том, что основная характеристика для него – это безрадиационное излучение. То есть переход одних элементов в другие без радиации. Вы, так сказать, все-таки в своих экспериментах получаете нейтроны. Допустим, они получаются нейтроны, хотя я сомневаюсь в этом. Скорее всего, все-таки это нейтроноподобные объекты. Вот. И я хочу сказать, что, в общем-то, это некорректно. Геннадий, Геннадий, сейчас стадия вопросов, а не стадия заключения, так? Да, все, все. Вы смотрите, еще выступить смотрите. Прореагирую, чтобы потом не забыть, потому что слово некорректно прозвучало. Я вот еще раз повторяю, эксперимент с активацией медной пластинки. Да нет, это я-то допускаю. Я допускаю активацию вашей медной пластинки. Я просто говорю, что это не Леннер. Вы получаете, как вы говорите в своих экспериментах, нейтроны, да? Но это не Леннер. Ну, как Леннер понимать? Геннадий, Геннадий, Мышинский, пожалуйста, ваш комментарий потом. При комнатной температуре активировать ядерные реакции с помощью нейтронов. Я полагаю, что во многих установках именно там нейтроны ключевую роль играют, а остальные это уже сопутствующие. Добавляя нейтрон, вы просто добавляете одну массу нуклона. А Лена реакция, так сказать, характеризуется тем, что получается широкий спектр. Геннадий, ну я вас спросил, а вы не понимаете. Ваши слова потом будут. Я все, все, да. Иначе я вас отключу, пожалуйста. Хорошо, я отключаюсь. У меня все, спасибо. Электрон надо создать, в этом вся проблема. А рентгеновской гаммы все, значит, нельзя сказать, что его нет, так сказать. Его все регистрируют там по-разному. Так, спасибо Геннадию за даже дискуссию какую-то. Я, кстати, хочу сказать, вот когда вы, Геннадий, будете выступать, я надеюсь, попрошу вас выступить в конце, в самом. Я вам скажу, что вот эта байка о том, что только не радиоактивные, и вот только это давайте рассматривать, это сказка, знаете, такая вот, это сказка. А что Лена, что не Лена, с этим связывать, это, ну, просто совершенно неправильно. Так, спасибо Геннадию за вопросы и такую возбудившуюся дискуссию. Пархомов, Саш, пожалуйста. Саш, тебя что-то не слышно. Пожалуйста, вопрос твой. Ты руку поднял, но почему-то мы тебя и не видим, и не слышим. Так, тогда пока пропустим Пархомова. Киркинский, пожалуйста, Виталий Алексеевич, пожалуйста. У меня три коротких вопроса. Первое. Какие ваши представления о физической природе частиц эфира или самого эфира? Первый вопрос. Я сейчас кратко скажу совсем, но этот вопрос подробно обсужден в книге, вот на русском и на английском, на которую я ссылался. Там целый раздел кинетической, в общем-то, теории эфира. Если совсем кратко, вот здесь есть, я это не озвучивал, значит, вот сейчас на основе простейшей модели эфира, как сыпучего вещества, похожего на одноатомный газ, можно сказать, что он состоит из очень мелких частиц. Вот Менделеев это назвал ньютонием, это 10 минус 13 радиуса протона, комтоновского примерно, находящегося под большим давлением. Значит, это оценено давление, это примерно миллион атмосфер. Вот в котором происходят все процессы. А электромагнитные процессы, если уж так формально математически, B это ротор плотности потока эфира, электрическое поле, конвективное производное, но в простейшем случае минус градиент давления. Вот так примерно. Спасибо. Второй вопрос такой. Какова скорость продольной волны, которую вы рассматриваете? Это порядка звуковой или как-то иначе? Я оценивал вот из эфирных представлений скорость эфира в разряде, значит, в газовом разряде. Если говорить сначала о металлах, то в книжке тоже все изложено, то плотность тока в эфирном представлении, в проводнике, это есть вот эта константа универсальная на скорость просто эфира. Значит, G равняется КМ нулевое У. И все там законы амперы получаются, все прекрасно, чисто математически. Теперь, какая она реально вот в разряде газовом, я оценивал, вот это там довольно такая техника непростая, но где-то 200 метров в секунду там, 200 сантиметров в секунду получалось. Это вот именно продольные волны, связанные с течением эфира самого, а дальше на этом фоне развиваются уже вот эти колебания, значит, накачивается в них энергия. Такая там скорость, там гораздо больше может быть скорости уже. Федор, еще раз, продольная волна, вот в ваших условиях, по твоим оценкам, примерно 1 метр в секунду. 2 метра в секунду. Понятно. Понятно. И последний вопрос. Нет, это не продольная волна, это продольное течение эфира, а волна, колебания, она может в каких-то местах быстрее, в каких-то медленнее. Нет, а у него был вопрос именно про скорость продольной волны. Понятно, да. Продольная примерно такая вот. Может быть, больше, меньше, в зависимости от плотности тока. Понятно. И третий вопрос. А вот поперечные волны вы рассматривали в применении Кленера? Нет, не рассматривал. В них очень трудно накачать энергию, потому что разваливается система. Если она не ограничена, так сказать, ничем, то поперечная волна рассматривает. Ну, и я исходил из анализа экспериментов Тесла, там совершенно ясно было, что он с продольными волнами работает. Не рассматривал, если кратко, не рассматривал поперечную. Спасибо, Виталий Кириллович. Комментарии ваши, они очень важны будут. Пожалуйста, потом, вот после того, как вопросы закончатся. Спасибо, Виталий Кириллович. Значит, Николай, вот какой-то Николай у нас есть, значит, Магницкий, что ли, наверное, да, Николай? Да, да. Николай, просил тебя фамилию свою писать, я вот, я-то знаю, а вот другие могут не знать. Каким-то Максимом меня тут почему-то назвали, не знаю, а потом я переименовался в Николая. Это, значит, Магницкий, Николай Магницкий, один из авторов, аналогичный, в чем-то очень близкой модели. Пожалуйста, вопрос, Николай. У меня вот вопрос по поводу, Федор, по поводу резонансов. Вот все-таки есть в эфире продольно-поперечные волны, есть, значит, просто продольные волны. Это как действительно Тесла, по всей видимости, их использовал. Вот с моей точки зрения продольная волна связана все-таки с колебанием плотности эфира, а продольно-поперечная, это, соответственно, значит, имеет продольную компоненту, распространяющуюся с определенной скоростью, скорее всего, со скоростью света в эфире, и имеет поперечную компоненту с некоторой частотой. Так вот, значит, в любом случае есть некая частота, значит, колебания, либо самого плотности эфира, либо, значит, поперечные компоненты. Вот что тут в резонанс с чем попадает, если такую волну направить на, значит, объект материальный? Какой резонанс получается, что с чем? Начиная с начала твоего, ну, вот этого не замечания, а комментария, значит, продольные волны, они, это волны сжатия растяжения, если так с газовой аналогией проводить, там, с воздухом и прочее, то есть это волны сжатия растяжения эфира, ну, и, конечно, уравнение колебаний, как ты знаешь, это для малых возмущений, потому что когда возмущения большие, там, может, что угодно, уже уравнение колебаний, вот это классическое, но они не работают. Но, конечно, когда есть сжатие растяжения, есть и скорость вот этого продольного течения, значит, естественно. А вот резонанс, с чем резонанс-то получается? А резонанс, вот, хороший вопрос, вот, ну, хорошо, накачали мы энергию, там, продольную волну эфира тем или иным способом, дальше она воздействует вот на эту реакционную смесь, там, таблетки ее называют, а что дальше? А дальше здесь можно много теорий строить, но вот из того, что делали мы с Владимиром Александровичем Чижовым, с Владимиром Львовичем Бычковым, вот, доклад был, скорее всего, вот эта кинетическая энергия, эти колебания, они попадают в двойниковую границу, и частота там существенно меняется, там уже могут мегагерцы становиться, она там запирается. А дальше идет то, что вот в докладе в декабре 18-го года я рассказывал, то есть может радиус электрона уменьшаться, много разных эффектов, значит, он садится на протон, там вот получается нейтрон, а энергия идет на уменьшение радиуса электрона, а не на разгон его скорости, тогда, значит, нейтрон будет медленный, даже холодный. Но здесь надо исследовать, надо продолжать строить твою теорию микромира и еще ее развивать на то, что вне частиц происходит. Вот без этого трудно будет дать ответ, мне кажется, на вопрос, что вне нейтрона, вне электрона, вот как там поляете, пока темный лес, по крайней мере для меня. Ну, у меня в книге вообще там написано, что там происходит, но там немножко все-таки отличается, хотя основы теории те же, ну, тем более, что первоначальные уравнения, как раз, как мои все-таки, вот, а, значит, есть некие отличия, это, ну, просто два отличия могу сказать, самое главное, значит, то, что эфир не двигается, а только колеблется, то есть он, значит, во-первых, да, сжимаемый и, значит, неподвижный, колеблющийся. Вот, и нет потоков эфира, по-моему, потому что если есть потоки эфира, то создать из эфира, если считать, что эфир, сказать, он порождает все материальные объекты, то математически, например, у меня не получилось, если кто-то сможет математически построить такие уравнения, что из движущего эфира мы получаем частицы, и протоны, и электроны, и нейтрон, сказать, и это будет сейчас совпадать с экспериментальными данными, ну, тогда можно будет с этим согласиться, но пока это никто не построил, а вот с неподвижным эфиром все отлично получается, совпадает с экспериментальными данными с точностью до десяток долей процента. Ну, я вот здесь немножко прокомментирую, значит, уравнение отличается вот от того, что ты начинал, я в этом разбирался детально, в том, что у нас присутствует минус-градиент давления эфира в уравнениях. Вот без этого члена вся электростатика выпадет из теории эфира. Да нет, не выпадает ничего, все нормально. На микроуровне не знаю, так сказать, а на макроуровне она выпадает, все. Непонятно, что такое потенциал там и как бы. Ну, в этой модели, я говорю, в этой модели. Может, можно и по-другому. Это же матмоделирование того, что даже здесь. Но резонансы должны быть, конечно. Я полностью согласен, что резонансы, что так как даже вот, я еще больше в этом убежден, так как у меня вообще все построено на волнах и на частотах весь эфир, и не только все полевые объекты, но и все материальные объекты, это волны, некие, колебания с некоторыми частотами. Поэтому резонансы, конечно, должны быть обязательно. И, возможно, здесь действительно это как раз выловил, ты выловил, Федор, как раз именно то, что раньше не улавливал как раз. Ну, отличие в том, что вот я не занимался пока развитием или там как применением этой теории к микромиру. То есть рассматривались макроскопические объекты, поэтому еще немножко некорректно сравнивать вот твой подход и то, что я вот делал с Владимом Львовичем. То есть мы разные масштабы смотрели, а там могут быть немножко разные, что ли, правые части. Ну, может быть. Да, да. И еще важно, что вот по поводу подвижного, неподвижного эфира. Ну, вот я это в докладах много раз говорил, что сами уравнения, которые ты используешь, и я, в них не входит совершенно понятие подвижного или неподвижного. Они описывают и распространение возмущений в среде, не обязательно маленьких. Они описывают и движение самой среды, пожалуйста. А тут, если проводить аналогию с другими средами, а у нас нет других, так сказать, вот, что ли, других аргументов, то, пожалуйста, если у тебя, например, в воздухе возникает вихрь, в котором на границе достигается скорость звука, это вот скорость свободного распространения, значит, возмущения в воздухе, то это становится очень устойчивым объектом. Это вот торнадо, известный, устойчивый. То же самое в эфире. В эфире, если на границе объекта достигает скорость света, то это должно, она не может просто дальше вот без внешнего воздействия продвинуться. Это некоторый объем, значит, ну, ограничивает. Поэтому я вот не вижу противоречия с тем, что и возмущения могут распространяться, и маленькие, они наверняка, как в металле, там, ну, то есть, пошли возмущения. Всегда специально. Федор, если удастся из теории, значит, движущего эфира, от текущего эфира построить модели элементарных частиц и, вообще, микрофизику, ну, тогда, да, надо, так сказать, наверное, так оно и есть. Не, а это... Мне удалось. Я поэтому... Уравнение те же самые. Движется он или нет, это надо в эксперименте проверять, вот движется эфир или нет. А в модели ему все равно же модели. Ну, скорость и скорость. Скорость чего, вопрос? Значит, то ли это скорость распространения возмущений, а в каких-то случаях это может и сама среда течь. Ну, там есть некие тонкие моменты, чисто математические, потому что если он не двигается, то переход, например, к сферической системе координат дает там некие жуткие совершенно уравнения, которые не то, что решить, а, в общем, оттуда ничего извлечь невозможно было. Это у меня был давным-давно еще первый вариант. Что я понял, что это математически не проходит. Ну, это уже, я не прерывал вот эту очень интересную дискуссию, потому что тут схлестнулись два человека. Не схлестнулись, мы в одной упряжке. Ну, да, но не схлестнулись, не правильный термин. Мы оба сторонники эфира, и понятно, что я как раз поддерживаю, что тут... Да, да, сторонники эфира, вот они обменялись информацией. Она нам тоже очень ценна и полезна. Но я все-таки Николаю Магнитову скажу в поддержку Федора, что я в газодинамике очень хорошо разбираюсь. Я могу... А это, по сути дела, очень похожие вещи. Я могу сказать, что иногда газ и не течет никуда, а иногда и течет куда-то. Поэтому твоя модель может не противоречить модели Зайцева и наоборот. Потому что для того, чтобы родилась частица, предположишь, что в какой-то локальной области эфир почему-то в среднем, в среднем, подчеркиваю, остановился. Но эту дискуссию заканчиваем. Значит, пожалуйста, Николай, еще есть вопрос какой-нибудь? Ну вот у меня еще такой был вопрос. Вот там все-таки получается нейтроны, насколько я понимаю, а почему вот их никто в других экспериментах полярных вообще никто практически никогда не обнаруживал. Вот даже у нас в компании Ньюинфлова несколько лет же этим занимались. Никаких нейтронов никогда не было обнаружено. Вот с чем это связано? Очень хороший вопрос. Значит, если посмотреть обзор, по-моему, Пахомова, вот по никелеводородным реакторам, там указано, что вообще-то многие исследователи регистрируют поток до 10,5-й нейтрон в секунду. Не пишут там 4П, Стеродиан или нет. В том числе Климов регистрировал, вот он говорил, что из Дубны. Приезжали с измерениями 10,5-й, ну уже в поздних экспериментах. Проблемы, вот я о ней рассказал, проблемы в чем, что рождаются. В основном, видимо, холодные нейтроны, они остаются в реакторе. Если реактор никелеводородный, они сразу там и гибнут, так сказать, в этом никеле. Там они и остаются. Вот, им очень трудно. Я вот даже немножко тут раскрою, что обращался я к специалистам, ну мы обращались, правильно сказать, из Росатома по измерению нейтронов. Они сразу сказали, да мы, как мы вам вытащим нейтроны там холодные из реактора, там и даже тепловые. Они там все оседают на стенках. Значит, что мы увидели вот на трубке, которую любезно нам Валерий Николаевич предоставил, гелия-3, трубка, поверхность ее металлическая активируется. На самой трубке, если применять автоматический счетчик, мы не применяли, будут единичные импульсы там, вот мы их видели, что с замедлителем, что там от реактора. А если смотришь на осциллографе, аналоговый сигнал, а я так понимаю, как раз вот в той организации это не делалось, то мы бы увидели и на сцинцилляторе нейтронном, и просто вот на трубке с гелия-3, вот что-то тогда не пришло в голову, потому что надо было ее купить, а была возможность. Вот мы бы увидели, конечно, именно не на автоматическом счете, вот в этом главная проблема и ошибка пытаются увидеть на автоматическом счете. Он все эти сигналы выбросит, потому что они низкой величины, энергия нейтронов, ну представьте себе, 10 кельвинов там, или даже нет, не тепловые, ну там 100 кельвинов, хоть что. Я думаю, в этом причина. То есть надо бы, надо, кстати, подумать, вот если есть возможность, известно у кого, насчет того, чтобы как-то вывести эти эксперименты, может, на новый уровень, Николай Александрович. Ладно, я все ответил. Спасибо Николаю, особенно за последний вопрос, потому что у меня тоже этот же вопрос был. Спасибо Николаю Магнитскому. И вот Игорь Буйлин, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. У меня два вопроса. Значит, если там у вас были тепловые нейтроны, то вроде как известно, что они там очень легко разваливать ядра. А стало быть, наверное, должно быть какое-то альфа-излучение. Вы не мерили, не пытались? Нет, альфа мы не мерили, хотя вот этот радиоскан есть у нас теперь, дорогой, кстати, вот то, что я показывал, 35 тысяч стоит, такая вот фитюлька. Но насчет разваливают не знаю. Вот то, что я изучал в литературу, глубоко пришлось все это поднять по нейтронам. Все-таки речь идет в основном, когда речь о тепловых нейтронах, о захвате нейтронов. Там разные есть каналы с гамма-излучением, с излучением протона, даже без гамма-излучения, вот то, что в гелии-3. А так, чтобы разваливались, они... Ну нет, там есть какой-то канал с альфа-частицами тоже, но это, по-моему, для быстрых только нейтронов, которые уже мэвны. Но для тепловых я не знаю вот такого процесса. Игорь, ядерная физика знает два процесса, вот ортодоксальная ядерная физика, два процесса. Распад и деление. Деление происходит от быстрых, мэвных нейтронов. А вы про какое говорите? Я про тепловой говорю. А тепловой, он вот только что ответил вам. Тепловой, он просто поглощается и начинается там уже за счет дефекта массы и так далее. Валерий Николаевич, я еще добавлю. Если открыть справочник физические величины, там нейтроны есть, раздел очень хороший. Там десятки процессов, связанных с нейтронами, с тепловыми и прочими. Это упругие столкновения, неупругие. Там, ну, вообще, это значит, есть нейтроны могут зайти куда-то, какие-то вещества, потом выйти оттуда. Ну, да, ну, вот такого, как это самое, Буйлин употребил термин какой-то вот несвойственный ядерной физике, тут такого вряд ли может на тепловых быть, а масса других. Второй вопрос, Буйлин, Игорь, пожалуйста. Второй вопрос такой. Сначала сказали, что в районе Максвелла у них там теряется продольная составляющая, а потом сказали, что вы делаете, ну, у вас эта самая частота как-то излучает с помощью электромагнетизма. Интересно было бы узнать, а как же вы с помощью тогда электромагнетизма создаете продольную волну? А потому что надо к истокам отойти. Уравнение Максвелла – это следствие уравнения движения эфира. Там продольные волны теряются, поэтому надо оперировать исходным уравнением эфира. ДРУ по ДТ равняется там константами. Нет, это я понимаю. Нет, а дальше что такое электрическое поле? Электрическое поле – это конвективное производное, в простейшем случае минус градиент давления эфира. А магнитное поле – это ротор, значит, плотность потока эфира, ротор РОУ, ну, там, вот и все. Нет, а на уровне аппаратного-то как вы это добиваете? А на уровне аппаратного-то создаются электрические воздействия, да, совершенно верно, электрические. Но это не значит, что там только поперечные волны, вот о чем. Значит, не все электрические воздействия описывают с уравнениями Максвелла, давайте так вот скажем. Вы считаете, что в каком-то вашем аппарате действует продольная волна, да? Да не только в нашем, она вообще во всех действует аппаратах. Просто физика выбросила ее по известным причинам. Там абсолютизация уравнений Максвелла. Вот термфизика что сказала? Уравнение Максвелла – это исходный закон природы. Все. Вот там преобразование Лоренса, откуда пошла вот эта стоимость. Я не могу понять, что если вы пытаетесь как-то замерить что-то, ну как вы там, ну вальтметры там всякие, осцилографы и так далее, а они показывают напряженность вот этой, да, электрическом. А в них нету продольных. Нет, это в уравнениях Максвелла нет. Вы просто по своим формулам экстраполируете? Да нет, это в уравнениях Максвелла нету продольных. А во всех приборах есть там все и продольные, и поперечные. Почему они должны так поперечные? Они же не на основе уравнения Максвелла сделаны, так сказать, а на основе того, что экспериментально можно потенциал померить. Игорь, Игорь не может ухватить вот что. Дело в том, что такая проблема существует. Где бы нам найти продольную волну? А вот Федор Зайцев утверждает, ее искать не надо, она всюду. Вот о чем он говорит. Это хорошо, ее искать не надо, а как померить. А он только что ответил, что приборы прекрасно ее меряют. Прекрасно ее меряют. Ведь вот, смотрите, вот когда вы меряете, например, манометром, меряете давление, манометр же не знает, это продольная или поперечная волна, он показывает вам и все. Вот об этом вам говорит Федор. Игорь, спасибо за вопросы. Тем не менее, они, может быть, показывают, что не совсем понимает человек, о чем он говорит. Но вопросы классные, спасибо. Вот. И проясняют кое-что. Геннадий Савенков, пожалуйста. Игорь Сергеевич, спасибо, интересный у вас доклад. У меня несколько вопросов. Ну, циклотронный резонанс. Вот, вот, циклотронная частота по определению, значит, частота обращения заряженной частицы. Так у вас что, частица эфира, вы же говорите о резонансе эфира, у вас частица эфира заряжена? Нет, я как раз вот несколько раз обращал внимание, вот сейчас слайд показываю. Частица эфира сама не заряжена. Ну, вообще говоря, ну, уравнение ее движения, то, что мы называем электрическим и магнитным полем, математически эквивалентно уравнению движения положительно заряженной частицы. Но только константы там другие. Вот, вот, что я сказал. Элементарный объемчик, вообще говоря, не заряжен. Ну, можно, и, конечно, там и заряд, если надо, но это другая история. Значит, здесь просто, и самое интересное, что это в любой среде, вот, тоже я недавно до этого дошел. То есть, вот эти уравнения, там, посмотрите, в книге, вот здесь ссылки есть, как они выведены. Это для любой среды, в том числе, если бы воздух был бы у нас невязким, и там долго в вихре существовали, мы бы тоже наблюдали вращение, вот это циклотронное, значит, в завихренном воздухе достаточно долго, и могли бы резонансы устраивать на этом циклотронном вращении. Немножко не поняли. Циклотронная резонанса – это явление поглощения или отражения электромагнитных волн в проводнике. Значит, почему у вас циклотронный резонанс получается в этом? Ну, циклотронный резонанс... В ваших экспериментальных результатах. Вот непонятно, но не согласуется с определениями этих понятий. Ну, определения вы, на мой взгляд, неточные даете. Когда говорится об электронных... Ну, как неточные? Я беру из учебника эти определения. Ну, не все учебники, так сказать. Вот электронный циклотронный резонанс – это вот я вам показывал картинку, еще раз показываю. Это накачка энергии кинетически в заряженную частицу. Ну, электрон там или положительно заряженная частица. Вот что мне известно, вот это называется электронно-циклотронным резонансом. Он используется для нагрева плазм в токамаках, ну, много где используется. Значит, я провожу аналогию. Вот если воздействовать электрическим полем, ну, примерно таким же, на элементарный объемчик эфера, то он будет вести себе примерно так же, как заряженная частица. Это следует чисто математически. Значит, уравнение такое же. Сам элементарный объемчик не заряжен. В чем вопрос здесь? Не, ну, это не согласен. Ну, хорошо, электрическое поле... Геннадий, Геннадий, вот он же ведь вот что сказал, Федор, по сути дела. Он сказал, что вы говорите об электронном циклотронном резонансе, а он говорит об эфирном циклотронном резонансе. Это совершенно другой термин, который просто, чтобы было понятно, он по аналогии слова циклотронный использовал. Вот и все. Вы про электронный, а он про эфирный. Эфирный циклотронный резонанс. Следующий вопрос, пожалуйста. Пусть даже эфирный. Частота обращения заряженной частицы или вот это... У него нет заряженной частицы. Следующий вопрос, пожалуйста. Хорошо. Объемчик эфира рассматривается. Объемчик эфира. Хорошо. А из чего состоит магнитное поле или электрическое поле? Как оно соотносится с эфиром? Ну, я уже несколько раз сегодня отвечал на это. Извините, я не понял. Еще раз отвечу, да. Первое, что вы просто книжку посмотрите, Бычков-Зайцев, там в самом начале это изложено. Но еще раз, с эфирного точки зрения электрическое поле – это конвективная производная плотности потока эфира. В простейшем случае это минус градиент давления эфира. А магнитное поле – это ротор плотности потока эфира. Ну, еще константно. Ну, а в физическом смысле вы математически даете определение. Но я уже неоднократно эту фразу произносил здесь на вебинаре. Природа ничего не знает о ваших математических способностях. Физический смысл того, что вы говорите, вы можете объяснить? Я объясняю, что в этой среде… Ротор и ротор – это все математические понятия. Ротор – это вебинаре. Причем здесь ротор? Это математическое понятие. Физика где? Физика – это вращение с угловой скоростью 2 омега. Вот так вам понятнее? Ну, так мне более понятно. Почему именно 2 омега? А потому что ротору равняется 2 омега. Вот и все. Можете по-другому вести омега, как хотите. А электрическое поле – это минус градиент давления эфира. Это давление эфира. И так вам понятнее? Хорошо. А давление эфира? Вот опыт Эмиллера с определением скорости движения Эмиллера. А как согласуется с вашими экспериментами? Ну, здесь это совершенно другие эксперименты. Причем здесь… Ну, то есть вы считаете, что они неправильные? Я их никак не считаю. Я считаю, что они вообще правильные, но просто мерили не то и не там. Вот и все. Потому что там исходили из того, что эфир неподвижен. Вот и пошло-поехало. Ну, как неподвижен? Движение Земли должно догонять. Ну, догонять или догонять. А если он вместе с Землей движется? Что вы там намерите? Ничего не намерите. Ну, это гипотетические представления. Я считаю, что эксперименты его правильные, неправильно трактуются. Вот и все. И, конечно, эфирный ветер и есть. И все. Но это отдельная история. С этим не связано экспериментом. Хорошо. А эфир материален. Из чего состоит эфир? Я вот опять не могу уже третий раз отвечать. Есть в книжке раздел, называется «Кинетическое описание эфира». Это где-то страниц 60. Я потратил три месяца, его переписывал, раз 20. Все там изложено. Я повторяю. В физическом смысле эфир из чего состоит? Ну, давайте еще раз, ладно, так сказать. Валерий Николаевич, я надеюсь, не будет на меня сердиться. Значит, вот я только что отвечал на этот вопрос. В физическом смысле эфир в самой простейшей модели похож на сыпучую среду, которая, ну, аналог некоторых… Ну, среда – это из чего состоит? Ну, подождите, вы задали вопрос, дайте я ответить. Значит, сыпучая среда похожа на атомарный газ. Почему сыпучая? Потому что слабое взаимодействие, слабее, чем в газе, с взаимодействием между частицами, на то есть основания, не буду сейчас давать, которые находятся под очень высоким давлением, миллион атмосферы. Это получается просто из известных фактов, что скорость света, скорость свободного распространения в этой среде – высокое давление. Вот и все. Значит, на носителе – это ввел Менделеев, понятие носителей эфира Ньютона их назвал. У него в таблице Менделеева, как вы знаете, это был первый элемент, его выбросили потом. Он оценивал, значит, размер массы Ньютона совершенно из других соображений. У него получилось там 10 минус 11 массы протона, у нас получилось, вот я показываю, 10 минус 13. Размер там, речь не шла у него размер, размер – это отдельная история, тоже мы оценивали, в книжке есть. Это тоже примерно 10 минус 13, и радиуса протона. Вот если вас устраивает. То есть это неделимые частицы, основа мировой картины. Насчет неделимости большой вопрос – это то, до чего добрался пока разум человеческий, потому что мы даже протоны-то электроны по отдельности не можем наблюдать, уж куда более. А протон можно напихать так, если просто 10 в 13 Ньютоне. Поэтому насчет неделимости – это вопрос большой. Еще один вопрос. А каким образом вы накачиваете энергии? Процесс физический. Процесс – это электромагнитное воздействие. То есть электромагнитные волны материальны? Значит, электромагнитные волны – это вот такое, знаете, очень как-то заушное, что ли, описание течения среды, потому что электрическое поле – это градиент. Материальные среды? Эфирные. Эфира. Геннадий, это движение эфира. У него электромагнитизм – это движение эфира. Оно осязаемо нами. Ну вот через электрическое поле, магнитное поле. Но электрическое поле – это градиент давления эфира, а магнитное – это ротор течения, ротор скорости. Так вот, получается, вы пытаетесь среду изучать по градиенту давления и по завихренности ее. И, конечно, вам очень сложно понять, что там происходит. Да и мне сложно. Возьмите воздух и попробуйте по градиенту давления и по вихрю изучать, как тут текут потоки. Да ничего вы не получите никогда. Вот физика занимается уравнением Максвелла примерно тем. Да нет, вы изучаете эфир, как черный ящик, вход-выход. Вот взяли пробный, скажем, заряд, положили в магнитное поле. Геннадий, давайте выводы сделаем потом. Валерий Николаевич, прошло, чтобы подытожить. Значит, я начал с того, что мы работаем методологией математического моделирования. Никаких пробных зарядов, никаких черных ящиков мы не берем. Значит, там есть своя методология, свои правила. Хорошо, я понял. Да, и все. Спасибо. Еще один вопрос. У вас, вы накачиваете, вот, не понял, в газовом разряде или у вас там еще и существует, там, никель, никель, бор-4, этот здесь при чем? То есть, где у вас эфир получается? Где у вас резонанс? В этой смеси или на катализатор? Нет, в смеси, конечно. То есть, эфир у вас находят в этом кусочке вот этой смеси, так ли? Эфир, он везде, и все из него состоит. Ну, а это зачем? Может, там просто идут реакции холодного синтеза, именно там, потому что там водород? Ну, я еще раз повторяю. И бор там есть. Я анализировал все эти эксперименты, вот, с двух позиций. Первое, надо накачать энергию. Вот, я объяснил, как мы накачивали, ну, без деталей. Второе, я использовал только данные экспериментальной ядерной физики, общепризимные, с которыми никто не спорит. И вот получилось, вот я все это продемонстрировал, в брошюрах это подробно расписано, что у нас совершенно однозначно там происходят ядерные реакции, ну, с нейтронами, в первую очередь. Вот и все. А нейтроны из чего у вас образуются? А как вы думаете? Ну, вот я не знаю. А я вот встречу вам вопрос. А что такое электрон сначала? Скажите мне и протон. А я вам скажу, значит, может... Вихревая структура. А это ни о чем. Нет, вихревая структура из того, что это дальше. А это ни о чем. А как это они так, вот вихревые структуры, значит, отталкиваются? А, ну, это отдельный доклад. А почему в водороде они притягиваются? Потому что водород сам вихревая структура. А, ну, это не ответы, это натура философии. Вы мне количественно опишите, как там течет эфир, или какую там среду используют, или что? Федор, Федор, это уже пикировка началась. Фундаментальные вопросы, которые... Пикировка, Федор, началась пикировка. Давайте со мной. Валерий Николаевич, ответов нет на эти вопросы, значит, никаких однозначных. Что такое электрон, протон там. Согласно теоретической физике, электрон всю Вселенную занимает. Зачем вам это не нравится? Где вы такое видели? Волновая философия. Геннадий, Геннадий, вот я... Решение без граничных условий, знаю. Федор, Федор... По Эйнштейну, да, если разогнаться. Федор, Федор и Геннадий, пожалуйста, Геннадий, вы выступите. Другой, волновым... У меня, у меня, у меня, Федор, пожалуйста. Без комментариев. Геннадий, тоже вы свои вопросы задали. Я для того, чтобы вашу дискуссию прекратить, я скажу Геннадию Савинкову. Геннадий, во-первых, Федор сегодня не раскрывает устройство своего устройства. Так, это первое. Второе. Я раскрою тайну, о которой Федор не говорит, но я скажу, как я ее чувствую. Он не знает, получается ли нейтрон в этом устройстве новый из эфира, или этот нейтрон берется из вещества, которые у него там внутри его этого неизвестного нам устройства содержатся. Он просто нам говорит, что в результате вот таких действий по накачке, и даже он точно не говорит, как он накачивает и как он получает резонанс, у него медь становится радиоактивной. По сути дела, вот о чем он говорит. Это уже антолистный эффект. Пожалуйста, услышите. Спасибо. Спасибо Савинкову Геннадию за вопрос. Валерий Николаевич, очень правильное пояснение, потому что действительно я не задавался над этим вопросом, но нейтрон может браться из боргидрида натрия. Более того, я вот тоже раскрою тайну, если вы посмотрите литературу по боргидриду, про бордейтерит натрия. Оказывается, у него динамическое равновесие. Вот дейтерий все время то отсоединяется, то присоединяется к нему. Я думаю, что вот с боргидридом та же самая история происходит. Поэтому берется ли нейтрон там из все-таки там вот этого соединения, или он образуется из протона электрона в этих условиях? Вопрос открытый. Валерий Николаевич правильно сказал. Я сходил считать, что все-таки образуется, хотя без доказательных вопросов. Да, пока это и то, и другое будет домыслами. Спасибо. Спасибо. Тем не менее, вот Геннадий Савенков, он как обычно, как-то все-таки взбадривает всю эту дискуссию, переводит ее в такую основу, какие-то пытается прояснить. Спасибо ему. Так, Михаил Яковлевич Иванов, пожалуйста. Он дождался своей очереди. Петр Сергей, спасибо за доклад. У меня один небольшой вопрос. Эфир типа сыпучей среды под давлением 10 в 11 степени Паскаля не позволит через себя пропустить никакую ракету, тело, волну. Ну, волну может быть. Но сопротивление такой среды будет тоже 10 в 11 степени Паскаля. Ну, то есть, большое. Как через такую среду с таким огромным давлением, сыпучью, можно передвигаться без потерь энергии? Михаил Яковлевич, очень хороший вопрос. Спасибо. Значит, над этим мы долго размышляли с Владимиром Львовичем. Дело в том, что вы оперируете понятием, условно говоря, макроскопических объектов, ну, хотя бы даже протоны, электроны. В сыпучей среде, как вы называете. А в сыпучей среде, значит, носители ее, это на 13 порядков меньшие частицы. Нет практически зацепления. Представьте, у вас шар летит. Я даже где-то там проводил такое сравнение. По-моему, это треть размера дробинки с размером Земли. И чего у вас там эти дробинки с вашим шаром сделают? Да ничего, только в погранслове там могут взаимодействовать. Но это уже вот как раз понятие инерционной массы возникает, и вообще массы на макроуровне. Но здесь мы не касаемся. То есть, это совершенно две разные среды, и принцип, как здесь правильно сказать, они очень независимо друг от друга живут. И вот вся задача как раз, чтобы их цепить. Пока человечество только через электрическое и магнитное поле может сцеплять, а хотелось бы, там же, как вы неоднократно говорили, 2.73 Кельвина, хотелось бы туда сливать тепло. Был бы бесконечный резервуар термостарь. А как вы сольете из таких объектов, как и Земля, значит, дробинки, он не взаимодействует, только погранслой где-то. Ну и масса сама объясняется, и сопротивление – это именно затрудненным протеканием эфира через вот этот полупроницаемый для эфира объект, и частично проницаемый. Так что нормально здесь. Разные совершенно… Ну, летать мы через такую среду не можем, к сожалению. А как летают планеты, звезды в среде? Ну, правильно, но они летают через другую среду, не через цепучую, а типа газодинамической среды с существенно меньшим давлением. Я понял, откуда возникло понятие цепучей среды? Нет, а давление какой разницы? Ну, 10 в минус 9 паскаля – это несчетный эфир. Значит, все это оценено, вот я здесь привел. Вот смотрите, гамма П нулевое на роем нулевое, вы не будете с этим спорить, равняется Ц в квадрате, вот написано. Отсюда давление возникло, миллион атмосфер, это газодинамика. Ну, надо плотность-то взять правильно. Возьмите правильную плотность 10 минус 26, и вы получите нормальную 10 минус 9 паскаля. Значит, плотность, ну, масса та же самая, кстати. Плотность эфира оценена из двух десятков экспериментов. Книжки они все изложены, вот в двух единицах измерения, значит, электромагнитных и вот этих механических. Поэтому спорить с этим невозможно. Откуда вы берете 10 там в минус какой-то степени плотность эфира, это не обосновано просто, это эксперименты не обоснованы. Есть критическая плотность Вселенной, 10 минус 26 плотность, килограмм на метр квадратный. Умножьте на скорость света, вы получите давление. Давление 10 минус 9. А что было во время большого взрыва, там все в точке было, что ли? Не, зачем, ничего подобного. А как зачем? А вот давайте оттуда. И масса будет у вас как раз 5,6 на 10 в сороковой килограмму, минус сороковой. И все может двигаться. Это неустановленные сведения. Движение в чем-то, вот возьмите газ, например, если у вас будет объект там в газе двигаться, значит, большой, но газ не заметит. Земля там, допустим, в газе будет двигаться. Она не заметит этот газ, для него это пшит. Тем более, что газ проникает, вот не то не проникает внутрь объекта. Вы рассматриваете крыло самолета, в которое ничего не проникает. А объекты все, массу, которую имеют там, они проницаемы для нефира. И он очень слабый с ними взаимодействует. Но если такое давление проникнет в любую среду, в человек, оно разорвет в чертовой матери. Абсолютно верно. Я привел вот такие эксперты, которые анализировались. Никак не стыкуется ваше давление с эфиром, кстати. Все стыкуется. У вас своя теория, я, так сказать, не возражаю, но у нас все стыкуется. Значит, три эксперимента, подтверждающие, что мы правильно давление эфира оценили. Взрыв проволочек, в книжке это описано, значит, большим током. Проволочки взрываются, если там посмотреть, как раз когда давление... Это не эфир. ...достигает давления эфира вот этого миллиона атмосфер. Нет, надо не эфир. Вы не перебивайте каждую секунду. Дайте я мысль закончу, так сказать. Не эфир, эфир. Я вам привожу эксперимент. Еще в 30-е годы было известно, что при давлении миллиона атмосфер происходят структурные изменения вещества. Графит, волмаз и прочее. Там очень много этим занимались, потом все это почему-то забросили. Миллион атмосфер именно принципиальная вещь, когда структурные изменения. Что это они происходят при миллионе, а не при ваших 10 минус какой-нибудь степени? Значит, понятно, что уже взаимодействие идет вещества, осязаемого с эфиром. Дальше следующий пример. Энергия сублимации. Вот там у нас два десятка элементов оценено. Значит, если вы вводите энергию в вещество, и оно испаряется, то вот для того, чтобы оно испарилось, нужно ввести энергию, как раз сравнять давление с давлением эфира. И самый восхитительный эксперимент, это как раз отвечающий на все ваши вопросы, это облучение висмута фентосекундным лазером. Эта статья есть, в книжке там все это описано. Оказывается, за время, недостаточное для даже одного колебания молекулы висмута, он плавится. Это что там происходит? Ответ простой. Там количественно исследовано давление эфира в висмуте сравнивается с давлением невозмущенного эфира, и происходит разрушение структуры. Поэтому никакого противоречия нет. Мне кажется, ошибка в ваших рассуждениях в том, что вы рассматриваете объект, непроницаемый для эфира. А таких объектов нет. Мы все как былинки, так сказать, в этих потоках находимся. Такой степучей среды нет с таким давлением. Ну, это голословное утверждение. Я еще раз повторяю. Степучая среда возникла только из-за того, что аналог, потому что слабое взаимодействие частиц друг с другом. Вот чем отличается уравнение эфира наше от того, что вы используете в газовой динамике, я много раз об этом говорил. Вы используете РОДУПДТ, полное производное, и получается это как раз для сплошных сред, типа газ, вода, где сильное сцепление между элементарными вот этими объемчиками. А мы используем исходный закон Ньютона, значит, ДРУПДТ. И принципиальная разница в том, что из ваших уравнений вы не получите уравнение Максвелла. Я это пытался делать. Там лишние члены, получается. Главное, в уравнении ФРАДЕ, который хорошо установлен. А в наших все это получается на раз. Поэтому развивайте свою модель, я не возражаю, но говорить, что такой среды нет, и наша модель не верна, но это просто противоречит десяткам экспериментов и пониманию вообще очень многих процессов, которые физика не дает. Повторите в рамках своей модели все, что у нас в книжке сделано. И ради бога. Вот тогда будем спорить. А так утверждать, да, нет, так сказать. К сожалению, ваше уравнение... Ответ получен. Михаил Яковлевич. Ну, последний небольшой вопрос. Последний вопрос, да. Да. Все-таки ваше уравнение Ньютона, они переходят в уравнение сохранения Эйлера, Эйлера, ну, либо Навьестокса. И четко там есть все три закона сохранения массы импульса и энергии, которые, вриотносительно Галилея, и дают всю информацию. А ваши законы далеко не полные. Абсолютно неправильно. Которые вы используете Ньютона. Абсолютно неправильно. К сожалению. Вы вводите в заблуждение. Легко показать. Если Ро равняется константой плотности эфира, действительно получается вот обычная несжимаемая жидкость, так сказать, и прочее. Но Ро не равняется константой, да. И то, что уравнение Эйлера, это феноменологические уравнения там со всякой вязкостью. Вы получите из своих уравнений уравнение Максвелла. Получается элементарно. Легионизация дает уравнение Максвелла. Это гудовые уравнения. Легионизация. Там не нужно никакой легионизации. Просто дифференцирование сложной функции. Легионизация вы выбросили, значит, какие-то эффекты. Мы их не выбрасываем. Поэтому не нужно вот так. Я с уважением отношусь к вашей модели. Разбивайте, делайте ее. Но утверждать, что у нас неверно, это просто выводите в заблуждение. Нет, давление меня не устраивает. Не устраивает. Вот я вам написал закон. Гамма, значит, П0 делить на РОМ0. В С квадрате. Вот отсюда появляется, вы как газодинамик должны понимать, откуда это берется и появляется. Значит, отсюда большое давление. Как вы объясните среду, в которой скорость свободного распространения возмущений, скорость света равна? В воздухе 30 метров в секунду. А в эфире, значит, скорость света. Как вы это объясните? Что это за среда такая? Лотность. Плотность начальная другая. Возьмите критическую плотность Вселенной. И все получается один к одному. Ну, критическая плотность Вселенной. Ладно, Михаил Яковлевич, это по кругу пошли. Спасибо, Михаил Яковлевич. Олег Николаевич, на правах докладчика последнее замечание, когда начинают про Вселенную рассуждать. Пожалуйста, слетайте на все звезды, на все планеты, оцените плотность. Тогда, значит, я вам поверю. А так, из каких-то соображений кто-то там левой ногой написал про критическую плотность Вселенной, из этого делать глобальные выводы. Ну, для меня это необоснованно. Это понятно. Материя там и начинается, пошло-поехало, никто не знает. Петр, доклад сегодня не об устройстве Вселенной. Я пытаюсь в рамке доклада все время вернуться. Сурнин, пожалуйста, ваш вопрос. Меня слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, да. Петр Сергеевич, ну, вот вы правильно сказали, что поперечные колебания, там должно быть ограничение, как говорится. А если нет ограничения, то непонятность. А с другой стороны, продольные волны, они ведь тоже, то есть, изначальное их происхождение. Не кажется ли вам, что более простая модель, это как раз не волновая, а модель просто равномерного движения в вакууме, ну, в том числе частиц эфира. Это модель более простая. А когда этот поток эфирный соприкасается, ну, скажем, с электронами или с какими-то другими частицами, ну, тогда он меняет там... Но здесь тогда не нужно вопрос, почему возникают колебания и как они возникают. Потому что это на самом деле, ну, просто так не может быть. А когда просто движется и в результате взаимодействия... Давайте, опять у нас пошло выступление. Ваш вопрос. Ваш вопрос не под... Вы меня простите. Послушайте меня, пожалуйста. Скажется ли вам, что ваша модель, предполагающая именно колебания, слишком сложна, что более... Вот точку, давайте точку, на этом месте поставим точку. ...равномерного движения. Ну, это уж главное в закладу говорить. При равномерномерном... Федор, 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 прости. Давай, вот у нас уже со временем сложно. Я все хотел вести, все в рамки более-менее нормальные. Я Сурнину скажу, что, пожалуйста, почитайте его книжку. Вот книжку его и Бычкова. Там вы поймете, там и ваше понимание, и еще много чего в этой книге. Я читал. Я читал. Ну, тогда зачем упрощать модель? Модель должна быть нормальной, такая, которая объяснит все. Там как раз очень много вопросов у меня. Но сегодняшний доклад не по модели. Это он просто введение сделал. А сегодня доклад был о том, что определенные действия с устройством в лаборатории генерируют очень простым образом радиоактивные процессы. Спасибо, Сурнину. Я одно только предложение. По сегодняшнему докладу, что если мы не раскачиваем колебания, то эффекта никакого нет. Да, вот это может быть самое главное. Вот если коротко... Я говорил, так сказать, несколько раз. Да, да. Спасибо, Сурнину, за вопрос. Но он не по докладу, по сути дела, был. Афонин, пожалуйста, вопрос. Если, вот я хочу вот что сказать, если опять будет вопрос о рассуждении об эфире, не эфире, еще раз прошу понять, мы сегодня... Вот Федор очень большой упор сделал на эфире, но сегодня доклад не об эфире. Вот это поймите, пожалуйста. Учтите в своем вопросе. Ну вот я хочу спросить, у вас эфир имеет очень малую вязкость, ну практически идеальная жидкость, без тирения. Вот есть теорема Лагранжа, которая запрещает распространение вихревых движений через среду, через идеальную среду. Каким образом могут существовать поперечные колебания вашей модели? Ну я здесь сошлюсь на эксперименты, вот особенно в последнее время они публикуются. Это в сверхтехучем гелии, где вязкости нет никакой, как вы знаете. Там образуются торы, вихри, вот все что угодно. Вот это умудряются, значит, даже снимать на видео, моделировать. Ну и чем вам это не нравится? То есть первичный эксперимент, а не теория, поэтому что там Лагранжа? Ну при каких-то ограничениях, может, и нельзя. А вот вам сверхтехучая жидкость гелий, в нем наблюдаются вот эти торы, зацепления всякие, там узлы проидальные. А теоретически это описано? В нашей модели это все укладывается, никаких там нет возражений. Отличие, Владимир, отличие модели, отличие модели Бычкова-Зайцева от модели Лагранжа-Эйлера, по сути дела, состоит в том, что они ровнесли под знак производства. У них немножко разные модели, поэтому возможные ответы. Вопрос хороший, молодец. Еще вопрос. Да у меня пока все. Спасибо, спасибо, Афоня. Это не может быть. У них не РОДДУПДТ, второе уравнение, а ДРОУПДТ. Вот его книжку откройте и увидите там это. Спасибо. Ну, кстати, я думаю, здесь сделать эверант в сторону Николая Александровича Магнитского. Вот он как раз первым догадался, что ДРОУПДТ должно быть. Да. Он исследовал, а дальше уже там. Да, сегодня, да. Ну вот он, кстати, Федор, он сегодня так очень ловко упомянул о том, что это его уравнение. ДРОУПДТ абсолютно его уравнение. А вот припендарь давление это наше уже. И ты, собственно, это принадлежал. Спасибо, Афоня, за классный вопрос. И Мезенцев, Геннадий, пожалуйста, сегодня последний вопрос сегодня. Геннадий, включайте микрофон и видео включайте, если вы еще не заснули. Человек заснул. Тогда, видимо, вопросов уже больше нет. И Пархомов поднял руку, но тоже куда-то исчез. Или там что-то с компьютерами. Тогда, друзья, выступление, пожалуйста, короткие, если кто-то хочет выступить. Вот я сейчас тут руки опущу. Опущу руки, потому что... Да, а Игорь Буйлин собирался сказать, но я его выключил. Игорь, еще раз руку поднимите, пожалуйста. Игорь Буйлин выступает. Он был первым. Да, я хотел задать вопрос. Он мне давно вообще-то молчит. Я прошу прощения. Все-таки вопрос, а не выступление, правильно? Я изучал. Прошу, да, последний вопрос, пожалуйста. Математик, математик. Я изучал этот вопрос. Я так до конца и не понял, при чем тут сыпучие тела, сыпучие дела и так далее. Значит, дело в том, что, собственно, вывод уравнения Эйлера в напряжениях начинается с такого вот... Именно с этого и начинается, что от РО по У по ДТ. Но за счет того, что существует теорема о том, что производная от интеграла какой-то физической величины, взятой по какому-то объему, например, давление или чего угодно, оно равно полной производной. Она равна, значит, этому интегралу от частной производной, от этой величины, плюс, значит, интеграл от поверхности, который объем этот ограничивает, значит, от потока. Я могу сразу ответить. Получается, что почему-то, если это применить, то вы все равно получите уравнение Эйлера. Вот не получите. У вас РО вылезет оттуда за счет, значит, второго уравнения, а именно уравнения... Вылезет. Значит, сохранение материи, короче говоря. Да нет, я объясню почему. Значит, либо почему-то вы должны объяснить, почему эта теорема интегрально-дифференциальная не работает у вас. Ну вот вы невнимательно книжку читали, потому что там все это объяснено. Я еще раз кратко повторю. Значит, вот когда получается уравнение Эйлера, вроде тоже ДРО по ДТ, там используются существенные предположения, о которых не во всех книжках написано. Там используется главное предположение, что у вас среда движется в форме жидких объемов. Это означает, что частицы... Вот вы любой жидкий объем берете, независимо от его размера, у вас его поверхность всегда состоит из одних и тех же частиц, вот этих элементарных объемчиков. И эти элементарные объемчики не пересекают вот эту границу. Вот в этом принципиальная разница. Это заваулировано везде. Ну вот в Зазуле книжки, там посмотрите, есть ссылки. Там это подробно все расписано. Это называется в механике сплошной среды отвердевание объема. Вот это одна из фундаментальнейших позиций механики сплошной среды. Это не из дыханики сплошной среды, а из разложения вряд ли ловит. Да ничего там никакого разложения нет. Элементарный объем движется как твердое тело, еще у него деформация. Вот в том-то и дело, а не все среды движутся вот таким образом. Это средство мотоанализа. Это не средство, сыпучая среда не движется у вас в форме, то, что любой элементарный объем, даже для обычной среды-то его взять, любого размера, вот что там. Хорошо, а как это уравнение написано здесь? Можете привести пример, в какой книжке написано уравнение вот этой сыпучей среды? Значит, сыпучей среды уравнение написано в нашей книжке, в остальных книжках везде без разъяснений соответствующих постулируется. Вот откройте Седову, например, классическая книжка «Первый том». Он говорит, что все вот эти интегральные преобразования и прочее являются только наводящими соображениями. А само уравнение РО, ДУ, ПДТ и так далее является постулатом. Смотрите внимательно, это у него черным по белому... Это не означает, что вот эта интегральная теорема, она у вас не работает. И вот вопрос, какой же физический смысл, почему в вашей среде эта интегральная теорема не работает? Она работает, когда вы можете взять объем жидкий, когда у вас через границу элементарные объемчики не пересекаются. Понятно это? Если у вас идет как в сыпучей среде, у вас может перекатываться, перемещаться, они не так жестко связаны, как в газе или в воде, значит, теорема не работает. Потому что у вас объема там нет. Вы не можете вот по объему, с объемом что-то делать. Вот и все. Движение и сдвиг одновременно получается на границе. Можно как угодно это интерпретировать. Значит, формально теорема для, например, сыпучей среды, о которой вы говорите, неприменима. Потому что там нет понятия жидкого опыта. Федор, он попросил сослаться на какую-нибудь книжку по сыпучим средам. Я в свое время встречал, не только у вас это будет. Такие книжки по сплошной среде есть. Спасибо. Это был последний вопрос, Игорь. Все, спасибо. Дискуссию вы можете выступить, но уже вопросы не задавать. Так, Чижов, Володя, выступает. Пожалуйста. Так, приветствую, Федор Сергеевич. Володя, чуть громче как-то. Очень плохо тебя слышно. Слышно? Приветствую, Владимир Владимирович. Совсем плохо слышно. Сейчас я микрофон тогда поправлю. Вот, вот лучше, лучше, лучше уже, да. Скажи раз, два, три. Раз, два, три. Ну, чуть-чуть лучше уже можно говорить. Давай. Тогда я поближе немножко буду говорить. Федор Сергеевич, ну, спасибо, что вы не забыли, используете модель двойниковых границ мою. Вот, это мне очень приятно. И по поводу резонанса, здесь я с вами согласен совершенно. Дело в том, что еще в 2019 году, делая доклад у Бочкова, еще раньше там на конференции делал доклад, я показал, что как раз был затронут вопрос, что мы провели процесс достаточно чистый. То есть, если я поддерживал температуру в изодромном регулировании, то есть, когда у меня электромагнитная составляющая менялась, так сказать, хаотичным образом, у меня были одни колебания. Когда мы сделали постоянный ток, очень хороший постоянный ток, там 1%, наверное, искажений всего был. Вот, то есть, это дроссель, конденсаторы, там все, ребята хорошо мне сделали. Вот, то процесс действительно понизился и здорово понизился. То есть, если у меня были колебания порядка 30 градусов, если брать, так сказать, вот те пики, ну, тут нельзя говорить в градусах, там милливольты, вот, аж резкие пики, термопара так не может работать. Вот, значит, а те же самые пики, но только составляли уже 1,2 градуса при постоянном токе. То есть, ясно, что надо искать резонанс, и резонанс электромагнитный помогает. Второй эксперимент, который я провел, это подсветка уже в холодном состоянии синей лампы. Вы, наверное, тоже слышали об этом. Вот, и действительно, активность реактора, она увеличилась при комнатной температуре. Но это не есть резонанс. Резонанс надо искать. Это, так сказать, дополнительная энергия, которая позволила активизировать процесс. Что касается эфирной теории здесь, то я придерживаюсь, в общем-то, стандартной модели, вот, что двойниковая граница не может создавать шаровую молнию, и как шаровая молния, то она может проходить через, так сказать, предметы, кристаллические предметы, то она не может проходить. И двойниковые границы, я хочу сказать, они присутствуют во многих поликристаллах, но только вот никель, палладий, они создают вот тот эффект, который мы называем Леннер, и всегда с присутствием водорода. Вот на это тоже надо обратить внимание. Вот. Что еще хотелось бы отметить? отметить или даже задать вопрос. А делали вы, вы говорите о Леннере, делали вы химоанализ какой-нибудь? Ну, то есть, или масс-спектральный, или, так сказать, электронная какая-то микроскопия с получением, так сказать, других элементов, определением других элементов? Ну, Валерий Николаевич, можно я сразу, чтобы это не потом замылилось, так сказать? Да, вот, Федор, только секундочку. Володь, не так, это уже твое, как бы, заключительное слово, и на этом все, правильно? Все, 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 это не важно. Ну, тогда вот сейчас, Федор, отвечай, пожалуйста. Вот удивительно то, я там восклицательный знак поставил на слайде, что боргидрит натрия работает без никеля. Вот, значит, Сергей Михайлович это подтвердит, так сказать, двумя руками. Поэтому никель там, значит, может и влияет, но нет. Ну, по поводу интерпретации, это ради Бога, каждый, значит, волен интерпретировать как угодно. Но я вот принципиально, чтобы, может, другие вопросы, комментарии предотвратить, я вот скажу, что удалось сделать. Вот удалось априори на основе теории, на основе, а туда, в принципе, плотность эфира. Вот я, Михаил Яковлевич, говорю, что... Не-не, про эфир не все понятно. Нет-нет, удалось рассчитать запоподробную чистоту, на которой... Я про химанализ. И про химанализ сейчас скажу, да, то есть... Да-да-да, и то, что, так сказать, боргидрит может работать, я не сомневаюсь. И то, что вы измерения сделали корректные, я тоже не сомневаюсь. Да-да-да, нет, принципиально, что частоту, которую мы рассчитали на основе эфирной теории, ее не было заранее, она помогла, значит, все это активировать, вот и все. То есть априори была рассчитана частота до плотности эфира. Понятно. По химанализа, я вот в брошюре там проводил вычисление просто, сколько нарабатывается изотопов, ну, или там элементов никеля и цинкового, во что она превращается. Это даже если несколько суток нарабатывать, там написано, я сейчас точно не помню, но это какие-то 10 минус 6 там процента. Поэтому ничем, кроме нейтронно-активационным анализом, такие, значит, количества не обнаружатся. А вот данные, которые публикуются по изотопам, к ним большой вопрос. Потому что известно, что изотопы неравномерно распределены, и там вот пытаются как-то много проб брать. Ну, и точность определения там очень невысокая. И поэтому к этим данным, ну, так вот очень скептически можно относиться. Вот если бы кто-то сделал нейтронно-активационным анализом и разложил бы там все химические соединения изотопы, вот это был не химический элемент таблицы Менделеева, это я вот бы с удовольствием посмотрел. Но таких никто не делал. По сути дела, Федор, мы нейтронно... Володь, ты уже закончил. Но мы с тобой договорились. И энергию странного излучения вы не пробовали определить? У вас там шикарные треки. Ну, нет. Я, Владимир Александрович, на ваши, там, твои результаты сослался. Вот то, что ты оценивал тогда по плавлению. У меня еще есть результаты, но они сейчас пока не доложены. Я еще буду докладывать. Я использовал, значит, ваши результаты, а так мне не оценивали. Я говорю, главная задача была показать убедительно, чтобы уже ни у кого сомнений не осталось, и у чиновников, которые будут смотреть на наши научно-то, что там действительно идут ядерные реакции. Федор, по сути дела, по сути дела, вы нейтронно-активационный анализ-то и сделали. Вы медь обнаружили, так что у вас там... Нет, нет, немножко не так. Мы обнаружили нейтроны, а дальше уже известно, как... Но я понимаю, что вы нейтроны обнаруживали, а я это перевернул и сказал, что, по сути дела, вы медь обнаружили. Да, с цинкой никель-то должно быть обнаружено увеличение, значит, и закоков, они стабильные, поэтому там дальше... Спасибо, спасибо. Вот я сейчас слово дам Пархомову, потому что он куда-то пропал, а рука была, а потом я его вынужден был отключить. Саша, ты вопрос должен бы сказать, ну, и вопросы, и какие-то слова скажи сразу. Сейчас слышно меня? Сейчас слышно, да. Ну, я перешел на другой компьютер вообще. Ну, значит, ну, что сказать. Ну, если действительно такие нейтроны излучаются, только я не понял, 10, 6, 10, 8, это нейтронов в секунду или как? Нейтронов в секунду в телесный угол весь, 4, 5, 5, 5, 5, да. Да, ну, если это действительно так, то это просто потрясающий результат, 10-ти ваттные установки, такие потоки нейтронов получить, да. Но на это правильно, но тут смотрите, что какие все-таки возникают проблемы. Вот, ну, надо позаботиться, во-первых, о своем здоровье, если действительно такие потоки нейтронов идут. Какое может быть сомнение? Смотрите, вот, если вы измеряли, значит, активационным методом по меди, да, Ну, надо было бы еще посмотреть период полураспада, потому что без этого как-то не очень убедительно. Ну, вот смотрите, у нас тоже это может быть просто совсем другой эффект. Вот, вот эксперименты Евмененко были, вот, обломки нашего реактора, они просто давали вот тоже потемнение пленки прямо через несколько лет буквально. Ну, и чужого тоже были такие результаты. Может быть, у вас вот именно вот такого рода эффект наблюдается, а не активация. Вот это надо было бы проверить. И хорошо бы использовать такие более стандартные вещества для активационного анализа. Ну, очень хорошо подходит для этого Индия. Ну, серебро и золото тоже лучше использовать. А медь, она как-то там слишком много всего идет. Ну, Федор об этом говорил, только он деньги при этом упомянул, Саш. Поэтому только деньги. У меня эти очень хорошо изучены и опубликованы данные. Вот я тут часть только написал, прошу ли больше. Что еще? Что еще? Такой вот, такой сомнительный момент. Это длительность импульса в деле при счетчике. Все-таки нейтрон, он дает стандартный импульс, секундная длительность и определенная амплитуда. Если у вас импульс на два порядка более длинный, то значит, все-таки тут некоторые сомнения могут возникать. Да, и еще, еще вот одно замечание, что если у вас действительно там нейтроны, то нейтроны, хоть они тепловые, хоть они, значит, холодные, при захвате вещества практически любым веществом они дают захватное, жесткое захватное гамма-излучение. Вот я почему-то не понял, вот вы измеряли гамма-излучение хотя бы счетчиком Гейгера? Должен был бы быть очень сильный счет, если действительно там образуются нейтроны. Ну вот, собственно, то, что я мог сказать относительно теоретической части я не берусь судить, а вот такие вот по эксперименту, замечания вывинивать лучше. Спасибо, спасибо, Александр Георгиевич. Спасибо. Как обычно, очень все правильно. Ну, специалисты действительно, правильное образование имеет человек. Так, Мышинский Геннадий, пожалуйста, вас... Мышинский Геннадий, пожалуйста, можно я сразу, чтобы это не потерять? Хорошо, да, Федор, пожалуйста, сразу. Действительно, вопросы важные подняты. Значит, по поводу нейтронов, вот насчет периодов полураспада. Конечно, мы это изучали, и вот эти вот медные изотопы, эти, как я сейчас их показываю, где-то они тут были, они как раз активность вот такую проявляют. 5 минут, 10 минут и 12 часов. Вот я говорил, что после там даже трех суток оставляли надолго, правда, на этом вот медном пластиночке пленку, и она вот немножко тоже темнела. Поэтому это, естественно, все измерялось. Я поэтому их и называю не нейтроноподобными объектами, а нейтронами, потому что они ведут себя с точки зрения радиоактивности, длительности вот этих периодов полураспада, как нейтроны. Поэтому, значит, дальше по поводу вот ТАУ был вопрос. ТАУ, значит, это время, импульса трубки с гелием-3. Это известные данные, значит, там ссылка в брошюре есть. Говорится о том, что даже пол, может быть, половина, что-то я никак не найду, половина микросекунды. Вот, сейчас где-то был импульс. Значит, вот этот черный ящик, о котором Валерий Николаевич вот на докладе своем говорил, что неизвестно, как он устроен и прочее, он совершенно однозначно растягивает. Мы это видели просто на источнике нейтронов, значит, с известными характеристиками через замедлитель. Через замедлитель. Значит, он растягивает 250 микросекунд. Поэтому я везде и в докладе, и в брошюре там говорю, что считать что-либо автоматическими счетчиками, это, скорее всего, будет недооценка эффекта, и, скорее всего, вообще искажение просто. Это эффект электроники затягивает. Ну, это, скорее всего, они просто готовили сигнал, распознавали его как полезный и готовили для программы счетчика, чтобы он на помощь был. Ну, надо, конечно, использовать адекватные устройства, чтобы он счетчик был. Ну, вот на осциллографе аналоговый сигнал, вот как Сергей Николаевич предложил делать, и вот мы так делали. Вот, теперь еще был вопрос по поводу гамма. Ну, не все реакции с гаммой идут, так сказать, какие-то идут. Вот, например, гелий-3 идет без гамма реакция. Поэтому однозначно связывают захват нейтронов с большим излучением гаммы, я не знаю. И вот эти счетчики... Нет, ну, любое. Ну, гелий-3, да, там его вообще очень мало. А хотя бы та же самая медь, железо, алюминий, никель особенно много дает. Да, дело в том, что вот эти пленочки ориентированы на именно десятки КЭП-кванты, значит. Регистраторы обычно, они работают, ну, во-первых, для больших, вот я говорил, там бета-излучение от 50 кэф, гамма там тоже будет дорог, но я сейчас не помню на память. И этих больших гамма-излучения, они, может быть, недостаточно. Эти все регистраторы автоматические, ну, вот, счетчики Гейгера, бытовые там и прочее, они ориентированы на очень большие потоки. И вот сколько я не прикладывал, там, и Гаринь, и ДП-5В, вот эти регистраторы, они, ну, в лучшем случае, там, в два раза превышение фона. Они не дают данных, вот, по своей конструкции, не дают данных об амплитуде. Они какой-то счет ведут, непонятно какой. Вот, а если у вас там одновременно рождается тысяча там гамма-квантов, они их регистрируют как один. Ну, и что вы? Ничего не сделаете вот с этим счетчиком. В лучшем случае на осциллографе можно попытаться увидеть, что мы и видели, кстати, на осциллографе очень много, ну, здесь это вот от нейтронной трубки через усилитель, а это вот напрямую подключенные к этому осциллятору, рентгенометру. Значит, мы видели действительно огромное количество разных там по амплитуде, но интегральный счетчик вам ничего не покажет. Вот что я хочу сказать. Если у вас там даже 10 в 6 гамма-квантов родились одновременно, он покажет как один гамма-квант, и все, и ничего там не увидите. Поэтому, согласен с вами, надо беречься. Особенно, когда у вас девочка проявилась. Надо посмотреть фон гамма-излучения и насколько он меняется. Фон есть в осциллографе. А на интегральном счетчике бытовом, я говорю, Горин, мы использовали вот этот радиоскан 701А и ДП-5В военный. Значит, там фон не меняется практически на гамма-излучение. И причина, я говорю, что это, скорее всего, либо одновременное рождение большого количества гамма-квантов, а вот разные измерения показывают, ну, и других авторов, потому что они пачками рождаются, и вы их не различите. Там один он будет за это время, за микросекунду их может там миллион родиться. Вот. И второе, то, что порог энергии там большой, надо, чтобы произошла ионизация. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Федору за комментарии. Спасибо Пархомову за вопросы и комментарии. Так, Мышинский, Геннадий, пожалуйста. Ну, спасибо. Еще раз скажу Федору Сергеевичу за хороший доклад. И спасибо Пархому, потому что он практически сказал то, что хотел сказать и я. Но я к этому хочу добавить, что все-таки меня не убедили в том, что это нейтроны. Еще раз перечислю. Значит, не должна быть активация 62-го, 62-й медиа. Ну, время сигнала это вы сказали, что формирователь там электродики работает. Причем, еще вот амплитуда сигнала, вы говорили, там, отличаются друг от друга от нейтронов в несколько раз. Ну, тут Пархомов уже говорил, что все-таки сигналы, они примерно одинаковые, поскольку там регистрируются в еле-трещёчке протон. Там где-то 700 кэф. Вот. То есть, это моно, моно это самое, монопротон. Поэтому там все-таки должны быть сигналы одной амплитуды. Ну, естественно, с некоторым разгросом. И еще раз вот Пархомов сказал о большом, тогда эти 10-6-й нейтронов тепловых, тем более, должно быть, собственно говоря, в 2-3-4 раза больше гамма-квантов, которые захватываются просто в окружающей среде, которые вылетают, 4P, как вы говорите. Но это вы должны тогда регистрировать. Это очень большой поток. Это очень большой поток. А если они одновременно рождают, как их регистрируют? У вас не могут одновременно... Они одновременно рождаются, но у них время захватом окружающими ядрами разное. Нет, гамма-кванты я имею в виду. Я говорю, что нейтрон, когда он захватывается, он в разное время захватывается. У него есть время диффузии, еще что-то. Это очень большие времена. И гамма-кванты, когда, конечно, захватываются конкретным ядром, они высвечиваются практически мгновенно. Но это 3-4 гамма-кванта. Там 8F средний захват нейтрона выделяется. И вот, так сказать, вы должны просто регистрировать громадное количество гамма-квантов. И любой это самое гейгерский счетчик, или там тем более сенсуляционный счетчик должен просто регистрировать. И вы должны отскакивать сразу от этого. Он просто зашкалит у вас. но значит я хочу сказать, что поскольку с моей точки зрения нейтроны там все-таки у вас не летят, то летят какие-то другие нейтроноподобные частицы, как вот говорил Климов. И это очень хорошо, это очень прекрасно, потому что у вас тут появляется неизвестная частица, которую надо исследовать и которая, может быть, откроет, даст ответ на многие вопросы, которые возникают в Ленард реакции. ну вот поэтому я думаю, что все-таки вам надо с ядерщиками связаться более плотно и попросить у них или прямо поскольку, насколько я понимаю, у вас переносной все-таки, да, установка переносная, можно ее транспортировать, да, то вот, так сказать, просто-напросто сделать тот же самый эксперимент, активировать где-нибудь в ядерной лаборатории и на хороших на гелитре счетчиках посмотреть амплитуду, да, на гамма счетчиков посмотреть, так сказать, распределение по амплитуде сигналов должно быть характерное на германиевых детекторах. И если у вас действительно летят нейтроны, то вы просто на эти характерные линии увидите. А если это холодные нейтроны? Да все равно, все равно, холодные. они захватываются они так же хорошо захватываются лучше захватываются только энергия или другая. Нет, как другая, да та же самая энергия. Ну как, где кельвина или 293, есть разница? А? Нейтрон у вас поглощается ядром? и дальше поглощается или 293 градус кельвина нейтрон, энергия? Все равно, все равно. У вас нейтрон поглощается, у вас нейтрон поглощается ядром, он появляется в возбужденном состоянии, 8 мэф у вас. И дальше каскад гамма-квантов идет. Причем этот каскад гамма-квантов он характерный для каждого ядра. И это просто паспорт. Захватился у вас нейтрон или еще чего-нибудь? Ну еще раз я все-таки хочу обратить внимание. Это, так сказать, очень хороший результат, очень прекрасный результат. Просто надо, я был бы рад, если бы это были бы нейтроны. поэтому призываю вас особо обратить на это внимание. Мы на самом деле... Потому что это эксперимент. Я согласен с вами, мы достаточно долго тоже вот эту тему обсуждали и прочее, и вот нас тоже беспокоит вопрос, а что же мы не видим на бытовых счетчиках вот этого гамма-излучения. Вот объяснение такое, даже не на бытовых профессиональных счетчиках, если вы используете автоматическое распознавание сигналов, у вас эти сигналы могут с шумами смешиваться, и вы не увидите, хоть там у вас будет 10 в десятые этих гамма-квантов, вы их не увидите, потому что есть электрические шумы. И можно говорить сколько угодно о качестве аппаратуры и прочее, но вот я картинку показываю. Шумы очень сильные, и с этим мы боролись достаточно долго, чтобы шумы эти убрать. Поэтому использование вот таких автоматических счетов, о которых вы говорите, или бытовых тем более, оно может не показать, они занижают показания гамма-излучения. Но есть эффективность, конечно, этих счетчиков, но 10 в шестой, там 10 в седьмой, 10 в третий, вы понимаете, так сказать, я с нейтронным акционным анализом занимался. Вот, это, так сказать, очень хорошо. Холодными нейтронами вы занимались? Да нет. Каппаратурой 10 кельвина. Как вы их получали? Нет, холодными нейтронами я не занимался. Текловыми занимался. Я думаю, в этом проблема. Нет, не проблема, потому что холодный нейтрон также у вас с большим сечением еще, так сказать, ну, конечно, они захватываются ядрами, чем тепловые. Да, но энергия другая, энергия, когда на два порядка... У вас, так сказать, нет, слушайте, у вас холодный нейтрон, как вы говорите, да, он несколько раз ударится об окружающие ядра, и он станет сразу тепловым. Да? Конечно. Он, наверное, но если не поглотился, так сказать, а может... Нет, если поглотился, только он выделит гамма-кванты. Ну, вот я еще раз объясняю. 100%, ну, вы поймите, нейтрон, так сказать, на самом верху возбужденного ядра находится, на самом верху. Там энергия, так сказать, может быть, там, и доли, там, тысячные, как или там, 10,6-10,7 электронный вольт, это не важно, или там, 10 электронный вольт, это не важно, но он захватился на самом верху у вас. И начинается каскад гамма-квантов. Как электрон захватывается... За какое время каскад происходит в микросекундах? 10 минус 14, 10,15. Микросекунда. А у вас разрешающая способность аппаратуры, там, одна микросекунда. Вот и все, вот вам и ответ. Да нет, не ответ, это не ответ. Вы их не видите. Да нет, не ответ. Вы их не видите. Нет, нет, этих гамма-квантов по времени я не различу. Да, у вас как один гамма-квант, вот и все. Да, но я различу, если у вас поток 10,6, там, 10,5-10,6-10,6-10, нейтронов, я различу, потому что они не мгновенно будут у меня захватываться. Это ваши домыслы, что они... Это не домыслы, это и реальность. А я вам скажу, что в Ленре наблюдаются высокочастотные все время характеристики колебания, которые не наблюдаются без рабочей смеси. Это означает, что там идут высокочастотные процессы. Если они меньше вот этого микросекунды, то вы не увидите их как стандартными счетчиками. Вот в этом проблема нужны высокого разрешения, чтобы они брали... Нет, Федор Сергеевич, вы говорите, что у вас, это самое, даже мгновенно, допустим, у вас идет излучение нейтронов, да? Мгновенно. Но они... Мы допускаем, что мгновенно. И дальше 10-5, 10-6 начинает распространяться среде, диффудировать ней. Диффузия идет нейтронов. Что тепловые, что холодные. И они, так сказать, за время диффузии это большие времена. Это миллисекунды. Это миллисекунды. Это миллисекунды. Это миллисекунды диффузии. Нет диффузии. Это сразу за одно столкновение, за два холодные. Именно холодные, я говорю, не тепловые, вы правильно говорите. А холодные, они за одно столкновение сразу ассорбируются. Вот они у вас родились там 10-6. До чего же они ассорбируются? Что же они ассорбируются? С чего они ассорбируются? Смотрите, сечение захвата, например, в металле, в железе. У вас там примерно константы по всем энергиям, а когда 10 минус второй, там у вас 10 раз больше. Вот и все. Они не сталкиваются, они сразу ассорбируются. Вот у вас 10-6 родилось холодных нейтронов, именно 10 кельвинов. Они сразу за времена ассорбации, я не знаю, там это какие-то, наверное, уже наносекунды, они у вас сразу все и ассорбированы. Слушайте, для холодных нейтронов, чтобы их получить, всякие ловушки создаются, охлаждаются до температуры Кельвина, их удерживают, чтобы они там никуда не расплескались, а у вас они вдруг ассорбировались на поверхность. Ну, это, так сказать, новая вообще техника холодных нейтронов. Ничего не нового, открывайте физические величины справочника, там есть сечение России. Ну, вот у нас рядом нейтронка. и плотности считается длину свободного пробега, вот и получается, для холодных нейтронов у вас там уже доли миллиметра будут в железе. Это сечение... Не надо пугнуть ассорбцию и захват. Ну, захват, я неправильно сказал, захват, надо говорить, значит, нейтронов. В этом-то вся и проблема. Надо не тыкать нас, так сказать, идти к специалистам, а разобраться, почему совершенно очевидные проявления нейтронов не видны на интегральных счетчиках. Это все наблюдают, и все, значит, подставляют свое здоровье. Вот моя гипотеза, которую надо проверять, конечно, специалистами по холодным нейтронам, 10 Кельвина. Вот с ними надо. По тепловым мы и так все знаем от стандартной методики. Значит, если у вас одновременно родились здесь в шестой нейтронов, холодных именно, или ультрахолодных даже, значит, они мгновенно, значит, за одно столкновение прореагировали с веществом, которое их захватывает. И у вас мгновенно выделилось здесь в шестой гамма-квантов, как каскадами. И за микросекунду вы это ничего не различите. Вот о чем я хочу сказать. Федор, Федор, Федор и Геннадий. Я хочу Геннадий и Федор. Известные надо. Да нет, ну холодные нейтроны так не реагируют. Ну что ж. Геннадий, Геннадий и Федор, я хочу остановить вашу... 50-й там вообще фантастика. Федор, 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 я хочу остановить вашу дискуссию, потому что она, ну как бы, по третьему... Геннадий, Геннадий, спасибо. Она по третьему кругу. Противоречие Мышинский еще раз. Вы неправильно мерите, потому что у вас не видно на интегральных счетчиков гамма-кванта. Я вот объяснил, что... Федор, ты это уже объяснил несколько раз. Я думаю, все это поняли. Вот. Геннадию, спасибо за Мышинскому, спасибо за замечание. Он, по сути дела, повторил замечание Пархомова, еще раз разжевал нам его. Федор еще третий, четвертый, пятый раз объяснил, почему он считает, что тем не менее он прав. Спасибо. Так, потому что иначе мы затянем очень сильно. Спасибо Геннадию Мышинскому. Николай Магницкий, заключительное, но где-то замечание, пожалуйста. Не вопрос, а замечание. Просто несколько слов сказать по поводу дискуссии, которая развернулась с Игорем, Федора Сергеевича с Игорем Булиным и с Михаилом Яковлевичем Ивановым, потому что вопрос принципиальный, оба вопроса принципиальные. Вот я когда в свое время работу свою отправлял в журнал Results and Physics, где там были выведены формулы для протона, электрона, нейтрона, все, вот там вопрос был, как же у вас получаются такие уравнения, когда там действительно, как сказал Игорь Булиным, совершенно правильно, если среда непрерывная, текучая, там может вихрь образовываться и так далее, то по идее РО должно убраться из-под знака интеграла. Это Эйлер показал, да, это Эйлер показал. Но тогда, если предполагать, что эфир неподвижен, а током колеблется, тогда все отлично, никакой элементарный объем никуда не перемещается и никакое РО из-под знака интеграла не вылезает. То же самое касается и вот то, что Михаил Яковлевич спрашивал, как это может быть цепучая среда, там давление огромное, как мы можем про нее продираться. Да, этот вопрос всегда будет Федору Сергеевичу, потому что действительно совершенно непонятно, как может среда с этим, с таким, со скоростью звука в этой среде, равной скорости света, и как из нее спокойно можно через нее материальный объект могут перебираться, проходить. Опять же, это решается тем, что среда, эфир неподвижен, и, соответственно, материальные объекты это не те какие-то неизвестные структуры, которые продираются сквозь эфир, а это волны, волновые пакеты сложные в эфире, и двигаются они в эфире как волны с любой скоростью, и никаких проблем не возникает сразу. Решаются абсолютно все вот эти сложные вопросы, например, там три рецидента было этой статьи в журналах, в Резал Синфизиске, они все согласились с этим, статья была опубликована, что это все решает все эти проблемы. Я вот думаю, что Федор Сергеевич придется еще неоднократно отвечать на эти вопросы, потому что это действительно принципиальные вещи. Поэтому я все-таки остаюсь при своем мнении, что эфир должен быть неподвижный, тем более он создает тогда абсолютную систему координат, и, соответственно, абсолютное время задает в нашей Вселенной. Ну и при этом абсолютно все решается. Вот если кто там смотрел, в моей книгу, там все элементы, все ядра всех элементов, значит, и все атомы от всех элементов тоже выписывается из этих уравнений, все получается, вся таблица Менделеева строится. То есть вообще проблем на самом деле никаких с этим уже нет, вообще не остается практически ни одной проблемы. Ну, может быть, только вот проблема с Леннер остается, конечно, потому что Леннер мы тоже занимались в нашей фирме много лет, но так ничего не получили, и поэтому так перестали заниматься. Занимаемся сейчас другими проблемами, которые полностью подтверждают вот то, что написано у меня на первой книге по поводу эфира. То есть, по крайней мере, то, что эфир существует, у нас уже есть эксперименты, которые полностью это все подтверждают, но пока просто их не показываем, есть еще много других экспериментов, которые подтверждают как раз волновой характер. Вот, а по поводу результата, Федор Сергеевич, хотел сказать, опять же, вот, как мне кажется, так как везде это волны все, и материальные объекты это тоже волны, то есть, на самом деле, кроме волн, в эфире ничего нет. Есть волны, это, значит, и поля, и волны, и материальные частицы, и все понятно, как они образуются, тоже все описано из этих же уравнений, двух, которые приведены. Вот, и поэтому резонансы обязательно должны быть, и поэтому, конечно, то, что Федор Сергеевич делает с точки зрения резонансов, обязательно должно это сработать. Но объяснения должны быть какие-то, так сказать, немножко другие, как мне кажется. Вот что я хотел сказать. Николай, Николай, вот вы говорите, да-да, уже вам вопрос, вот извините, у меня, я могу, наверное, себе позволить. А если, это шикарное объяснение, что они взаимодействуют, потому что это, эти самые, это какие-то волновые колебательные структуры, солитоны, они одна сквозь другую пролетают, и никаких проблем нет. Да, правильно. Можно тогда тормозное излучение электрона, пожалуйста, на каком-нибудь ядре, объясните, пожалуйста, так? Ну, надо подумать над этим, я не думал. Хорошо, я понял, надо подумать, потому что, что-то иногда, что-то почему-то не пролезает одно сквозь другое. Спасибо, Николаю, за классное, это самое. Валерий Николаевич, я вот только, буквально два предложения, три, вот чтобы тоже этот вопрос. Именно три, не больше. Да, три предложения. Представьте себе решетку размером, там, допустим, 10 на 10 метров, вы ее тащите через воздух, сильно она будет с ним взаимодействовать. Я, Федор, я, 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 аргументы прекрасно знаю. Объекты как решетка, вот и все, и не надо. Я, я твои аргументы прекрасно знаю, и я с ним не спою. Федор, 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 чтобы они рассматривают объект, непрониктекаемый для эфира, конечно. Если он как решетка. Федор, Федор, я твои аргументы прекрасно знаю, и их поддерживаю. Я не для тебя. Федор, дослушай меня до конца, пожалуйста. Я твои аргументы прекрасно знаю, и их поддерживаю. Я Николаю Магнитскому вопрос задал, не тебе. Спасибо, значит, Николаю Магнитскому. Я подумаю, потом объясню, потому что над этим не думал, но, по крайней мере, объяснил огромное количество вопросов, которые снимаются. Ну вот, тормозное объясни, и будет здорово. Так, теперь это самое. Юрий Гирилович, пожалуйста, Евдокимов. Ну вот здесь вот в докладе упор делается, и само название называют резонансные эфиры. В то же время, действительно, система второго порядка, резонанс-система, туда можно скачивать энергию, раскачивать. Здесь, конечно, трудность только в том, что нужно в фазе подавать этот упор энергии. Но в то же время система первого порядка, типа вот интегратора с потерями, туда тоже можно накачивать энергию. Если мы частоту подачи и порции энергии будем намного меньше по времени брать, чем время релаксат. И там тоже можно накопить достаточно, ну, большой, кстати, энергию. То есть и здесь надо частоту подбирать. И вот, мне кажется, может, вполне здесь путаница идет. Вы подбираете систему первого порядка до срабатывания ваших вот эффектов, получения эффектов, а совсем здесь нет никакого резонанса. То есть здесь просто надо, может быть, обратить внимание, значит, и в системе первого порядка, типа интегратора с потерями, можно накапливать энергию и воздействовать. А можно и резонансная система, что гораздо сложнее, потому что надо подбирать еще по фазе порты подачи энергии. Вот все мое замечание. Спасибо. Ну, вот Юрий Кириллович, он специалист по вот таким взаимодействиям резонансным, да, поэтому его комментарий вот очень классный. Так, спасибо. Юрий Николаевич, три предложения, потому что важные вопросы поднимаются. Ну, хорошо, да, пожалуйста. Он должен все-таки защищать то, что излагал, так сказать, то, что мы делали с Владимиром Львовичем до этого. Значит, идея вот в чем. Конечно, можно по-разному накачивать резонансы в систему, ну, энергию, пожалуйста, в поршень там в машине, никого резонанса нет, там накачали, подняли давление. Вот, значит, здесь вопрос вот в чем, что для определения вот этой частоты резонансы использовалась, то есть резонансная частота, я просто продемонстрировал эффект, как она вот по аналогии с там электронно-циклатронным и ионно-циклатронным действует. Но на самом деле решалось уравнение второго порядка для, значит, уравнения колебаний в среде вот этой эфирной. И оттуда вытаскивались собственные частоты, ну, и дальше вот за счет границы там или внешней силы надо определять, с какой частотой должна действовать сила вот в среде, чтобы обеспечить резонанс. То есть это эффект второго порядка, а не первого. То есть он заранее был рассчитан априори и подтвердился в эксперименте, это не подгонка. То есть это расчетные ваши параметры, получается, да, частота воздействия. Конечно, да. Ну, по фазе ведь очень трудно. Вот по фазе, представьте, по фазе нужно закачивать, ну, частоту подобрать, ладно. Но по фазе нужно баланс фаз тоже нужно соблюдать, и это очень трудно. Базировать ваше воздействие с тем, что, ну, туда вкачивать. Это просто невозможно. Они сами, как бы там сами, вот то, что электронно-циклатурный резонанс, там же не все электроны-то этому резонансу подвержены, а те, которые оказались резонанс с волной, так сказать, а остальные там может и поглощаться энергией. Ну, тут еще и амплитуда зависит. И от амплитуды, да. Ну, баланс фаз, баланс амплитуд должен быть, есть необходимые достаточно условия, чтобы раскачивать систему. Да, конечно, там не диссипации есть. Вот это очень трудно. Поскольку это газовый разряд и прочее, много эффектов, поэтому... А, интересно, да. Вначале мы, как, ну, понятно было, что Тесла делала, и вот, ну, как, знаете, эти, ну, блуждали, так сказать, непонятно что. Потом, когда мне удалось рассчитать вот эту частоту, ну, фактически звуковые частоты, и тогда дело пошло. Ну, допустим, резонанс этого устройства, а не эфиру, все-таки. Ну, Юрий Кириллович, вот он вам ответил. Да, если бы можно было... Внимаю, как я понимаю, конечно. Все, спасибо. Газовый разряд вообще это темный лес. Он же, Юрий Кириллович, он же вам ответил, что он, частота, частота, она для всех электронов одинаковая, или там для всех, для получения нейтрона вот этого, она одинакова. А вот фазы, фазы, вы правильно, классное замечание, правильно сделали это замечание, но их же там, извините, число авагадра, оно большое. Там черт знает, какие фазы есть. И вот он ответил вам, что с точностью до некоторых там зазоров отбираются именно те ядра, те атомы, которые попадают в эту фазу. Вот его идея, и она довольно правильная. Спасибо Евдокимову за вопрос и за комментарий. Сурнин, пожалуйста, последний уже сегодня, потому что уже опять задержались. Уже три с половиной часа опять, так. Пожалуйста, ваше замечание, но уже последнее. Заключение такое, я по экспериментам ничего не скажу, а вот с точки, начиналось... А теория, простите, теория, я вам уже говорил, что сегодня не доклад по эфиру. Не нужно спорить и рассказывать об эфире. Ну, вот, кстати, вы сказали, что нужно читать там и так далее. И Владимира Львовича тоже, как говорится, вместе с Федором Сергеевичем, я читал. На макроуровне там все правильно, как говорится. А я хочу, чтобы я не взяла представление, что вот даже эти эксперименты каким-то образом сильно... У вас, смотрите, плохо со звуком. Почти вас не слышно, так? Почти не слышно что-то со звуком у вас. Но я еще раз прошу вас по докладу, а не по теории эфира. Это не доклад, а теория эфира был. Поймите это, пожалуйста. Ну, хорошо. Спасибо тогда за замечание. Спасибо. И вот, ну, Буйлин, он уже выступал тут раза три. И еще раз хочет. Игорь, очень коротко, пожалуйста. Очень коротко. Чуть громче, чуть громче, пожалуйста. Пожелание, пожелание и Федору Сергеевичу, и Николаю Александровичу, поскольку они творцы этого уравнения, да, все-таки разобраться, откуда он такой взялся. Николай Александрович приоткрыл тайну. Он сказал, что когда он пытался через уровень Элера, значит, находить вот эти все константы наклонов, то не получалось. А вот когда он написал такое, то вот и получилось. Вот. Но все-таки с математической точки зрения как-то вот странно, да, вот почему-то такое уравнение. Вот. И мне кажется, что вот объяснение насчет цепучих тел это не очень как-то вот. А вот есть там такая вещь, что если мы продифференцируем, значит, левую часть, то мы получим уравнение типа Можайского. Вот может, это не случайность. Я пытался на эту тему размышлять, но у меня ничего не вышло. Я не столько хорошо знаю гидродинамику. Может быть, вы что-нибудь скажете когда-нибудь. Ну, теорема Можайского, она у них тут тоже используется. Может, это не случайно в вашем уравнении, что там Можайский вылезает? Вы Жуковского имеете в виду? Уравнение реактивного движения я имею в виду. Ну, это Жуковского тогда, скорее всего. Там получается второй член, это самое, В умножить на ДРОПа ДТ. То есть это все равно, что... Ну да, нет, это не Жуковский, это Можайский. Да, спасибо, Игорь, за замечание. Давайте я пару слов скажу, буквально пару слов. Вот, и будем завершать сегодня. Смотрите, ну вот, конечно, классная работа, очень интересные результаты. Сегодня был большой корм у нас, 58 человек. Я все думал, 60 превысим, это будет тогда рекорд. Ну, повторились какие-то самые максимальные результаты по нашему вебинару. Значит, интерес вот к этим людям, я подчеркиваю, огромный у нашей аудитории. Я все-таки, вот, Федор, хочу сказать, что и тут есть некоторые люди, которые меня поддержат. Есть еще другие возможности объяснить эффекты, о которых вы говорите, от которых ты говоришь. И в частности, нейтроноподобные объекты, не нейтроны. Вот ты как-то очень лихо сказал, нет, скорее всего, это нейтроны. Вот, нейтроны, во-первых, у них огромная... Есть недостаток у нейтронов. Они в свободной форме живут ограниченное время, так? И ты об этом сегодня как-то ушла в сторону, вот эта тема. А хорошо бы применение вот к этим экспериментам, вот эту тему распада нейтронов и холодных нейтронов, вот как-то ее коснуться. Как она в ваших экспериментах будет здесь играть? Это первое. И второе, значит... Олег Николаевич, извини, не видел. Ты скажешь чуть позже, я закончу до конца. Вот. И еще одна вещь, значит, а вот это прилипание холодного нейтрона за счет каких сил? Вот прилипание к каким-то там поверхностям, за счет каких сил? Нейтрон, магнитные силы ничтожны, потому что у него известно, что заряда вообще нет. Вот как-то вот это тоже хорошо, хорошо бы как-то это тоже вопрос прояснить. Поэтому термин прилипания, он вызывает некоторые сомнения. Для нейтрона именно. А вот есть другие частицы нейтроноподобными, которые, в частности, вот мы с Барановым, значит, породили, и другие люди их порождают. Нейтроноподобные объекты, маленькие нейтральные частицы с особыми магнитными свойствами, не электрическими магнитными свойствами, они вот тут много чего могут объяснить. И они вот будут жить там бесконечно долго или очень долго и так далее. Вот это все, может быть, тоже стоит учитывать. Тем не менее, результаты очень интересные. Спасибо Зайцеву и Годину. И, ну, Федор, твое заключительное слово. Ну, я сначала, Валерий Николаевич, вот по поводу того, что ты сказал. Наблюдали мы, там, когда нейтрон распадается, примерно через 15 минут, гамма-квант возникает 780 кФ, по-моему, вот такого типа. Мы такие наблюдали, гамма-кванты на осциллографе. Это не на счетчике там каком-то, а на осциллографе. Вот честный сигнал настоящий от сенсулятора. Теперь по поводу теории нейтронов. Я с тобой тут абсолютно согласен. Теорий очень много. У меня своей нет теории, вот как там нейтрон или нейтроноподобный объект. Я в докладе подчеркнул, что рассматривалась именно с позиции ядерной физики экспериментальной. Она не задается вопросом, там, нейтрон, нейтроноподобный. Она говорит, ага, медь активировалась, пошли каналы распада известные. Там все эти изучения рентгеновские, бета-расклады, значит, это нейтрон, это экспериментальная ядерная физика. А может быть и нейтроноподобный, потому что условия очень необычные. Я склоняюсь к нейтрону, потому что наши измерения чисто экспериментальные показали, что, скорее всего, рождается много холодных нейтронов, которые в литературе не освещены и нет оборудования. Есть сечение рассеяния, а вот как их добывают, калибруют, откалибровать там какой-нибудь регистратор на холодные нейтроны. Это, я думаю, целая проблема. Ну и еще раз спасибо за возможность выступить. Я рад, что такая дискуссия возникла. Мы проанализируем, естественно, все замечания, полезные замечания были. Спасибо за внимание. Федор, я попрошу тебя, ты мне обещал оперкнижку прислать, я ее разошлю. И пришли, пожалуйста, твои слайды. Они тоже чрезвычайно ценны для нашей аудитории. Спасибо Федору Зайцеву. И, друзья, мы напоминаем, что у нас еще два вебинара будет до конца нашей сессии. Потом мы на три месяца уйдем на отдых. И в следующей неделе выступает Анатолий Иванович Климов, который тут к нам присоединился буквально в самом конце. По-моему, теперь опять ушел. В следующий раз будет Климов. Друзья, я надеюсь, через пару часов я вам всем разошлю видео этого прекрасного вебинара. Всем спасибо. До следующей встречи. Спасибо. 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 Спасибо.